Добрый вечер, дорогие друзья! Мне очень приятно, что, несмотря на прекрасный летний вечер, вы нашли время и поняли, что без египетских саркофагов в Лувре вы не можете жить. Это прекрасное ощущение, оно абсолютно взаимно. И поэтому в ближайшие два часа мы с вами будем говорить об удивительном собрании, которое таится в 30 залах Великого Дворца на берегу Сены. История о фараонах в Лувре столь важна еще и потому, что она, по сути, отражает первые ступени, первые шаги невероятного восторга, который испытала Европа, увидев наследие земли фараонов. Мы традиционно с вами думаем, что Европа открыла Египет войсками Наполеона. Это не так. Итак, мы традиционно думаем с вами, что Россия узнала о Египте после Европы. Это не так. Первый русский паломник, который был из города Смоленска, звали его Агрифений, пришел на берега Нила в 1370 году, задолго до того, как об этом всем узнала Европа. Но, тем не менее, в Европе их традиция давала совершенно уникальные, удивительные всплески интереса к берегам Нила, просто потому, что порой очередной Папа Римский издавал эдикт о раскопках на Марсовом поле, где когда-то находился великий Сеум Кампенса, знаменитый храм богини Исиды в Риме. И там находились уникальные египетские вещи, которые сначала породили невероятный вкус Египта, очарование Египта в Италии, а позже египетским восторгом, я по-другому это назвать не могу, заболела, конечно, и Франция. Ну и то, без чего, конечно, мы с вами сегодня не обойдемся ни в коей мере, это абсолютно невероятные созвездия шедевров, первые из которых пополнили Лувр еще в XVI веке, когда ни о каком музейном собрании речь не шла, и речь шла всего лишь о том, что короли любили показывать сокровища из своих собственных собраний. Те, кто был в Лувре, знают, что в подземелье Великого дворца таится крепость XII века. В цоколе можно посмотреть на гигантские бастионы и задуматься об эпохе Филиппа II, который впервые задумал о том, что здесь неплохо бы построить замок. На месте замка позже родилась великая резиденция французских королей, которая была таковой вплоть до того момента, когда Людовик XIV принимает решение переехать в свою блистательную резиденцию в Версале. В этот момент Лувр не становится пустым. Подобные места пустыми не бывают, место действительно, что называется, намоленное и удивительное, и поэтому здесь после Людовика XIV, после его отъезда, на целое столетие поселяется знаменитая Академия дезинксбиссион и дебеллеттон, великолепная Академия надписей и изящных словесностей. Именно там в рамках работы этого удивительного учреждения, которое, понятно, позже стало величайшей научной организацией Франции, и были сделаны первые показы античных памятников, среди которых, конечно, Египет занимал значимое место. Я напомню несколько дат. 1692 год – это начало работы Академии в Лувре. Ровно за десятилетия до этого, в 1682 году, Людовик переезжает в Версаль. Дальше 10 августа 1793 года – революция, музей для народа. Лувр неоднократно страдал в революционные годы, уже когда стал музеем. Но, тем не менее, здесь впервые музей открывает свои двери для того, чтобы чуть позже стать музеем Наполеона. Для музея Наполеона его выдающийся современник, приятель, я именно так позволю себе назвать этого человека, уникальный интеллектуал, которого лично боялась Екатерина Великая и которого обожала маркиза де Помпадур в свое время, Доминик Виван Денон, собирает удивительные коллекции в Италии. Ну, давайте говорить по-честному, Италия была ограблена в пользу Лувра. Но Доминик Виван Денон, вообще-то начавший карьеру в Париже, ну, не очень завидной роли известного художника-порнографа, становится уникальным специалистом по Востоку. Потому что, познакомившись с Бонапартом в доме де Бугарне, фамилия просто созвездия, одно к другому, он оказывается вместе с войсками Наполеона на берегах Нила. И дальше генерал Дезе пишет, смотрите на Денона, он рисует Дендеру, когда над его ушами летят пули. Да, действительно, это было именно так. Он потерял сам себя, он увидел невероятный Египет, и из этого Египта он привез не только два блистательных тома, позже им изданных, конечно же, зарисовок, описания путешествия в Верхний и Нижний Египет, которые немножечко находились всегда в тени многотомного издания, описания Египта, Description de l'Egypte, но Денон привез не только зарисовки, не только образы Египта, но и древности. Наследников Денон не имел, коллекция, которая располагалась в его прекрасном доме на набережной Вольтера, была продана. Какие-то вещи из нее, кстати, ныне хранятся в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, в частности, два папируса, которые он когда-то привез из Египта. Но именно вот эта любовь Денона, который уже после смерти Бонапарта становится первым директором Лувра, Бурбоны не посмели сместить того, кого любил и считал своим притворным интеллектуалом когда-то еще Людовик XV. Именно с него, с Денона, Лувр начался в том числе и как востоковедный центр. Но если мы уже с вами говорим о совсем серьезных вещах, то Лувр и его египетское собрание, оно имеет конкретную дату основания. Это 15 мая 1826 года, когда Карл X в Тюль-Ри подписывает приказ о создании отдела Древнего Востока нового модного музея, и главой этого музея становится никто иной, как великий Жан-Франсуа Шампальон, дешифровщик египетского письма. Что такое в Египет в Лувре? Это два этажа сюли и три крипты. Это коллекция 52 113 предметов. Это крупная скульптура и изящные туалетные вещицы. Это уникальное собрание папирусов и великий дендерский зодиак. Это колоссы храмов Францеса Великого и колонны храма Францеса Великого и тончайшие, хрупкие, такие многомерные маленькие остроконы, кусочки известняка или куски керамики, на которых практиковался египетский художник. Это вещи, старейшие из которых были созданы в середине IV тысячелетия до Новой эры. Самые поздние вещи отдела Древнего Египта датируются IV веком Новой эры, тем временем, когда египетские храмы уже были закрыты под давлением наступающего христианства. Четыре тысячи лет истории, выраженной в одной из самых блистательных коллекций Европы. И недаром, выбирая зал, с которого я хочу начать свой рассказ, я вам показываю великолепные статуи богини Сехмед XIV века до Новой эры. Мы к ним еще вернемся. Они стоят так уже много тысяч лет. И вот это вот движение людей, вот есть жизнь земная, а есть жизнь вечная, как говорили древние египтяне, которая порой совершенно невероятно вот таким образом отражается еще и в музейных залах. Я сразу же скажу, что во Франции Египет тема очень любимая. И здесь Лувр играет совершенно прекрасную роль, потому что не так давно был открыт филиал Лувра в Ленсе. Лувр охотно дает свои памятники для выставок в региональных музеях. Великолепные луврские вещи есть в Гренобле, в Авеньоне, в Амьене. Но, тем не менее, конечно же, Лувр остается главным для Франции, если мы говорим о эгиптологии, центром реставрации. Потому что реставрационные мастерские Лувра это абсолютная легенда. И очень многие вещи из других европейских собраний либо из частных коллекций появляются здесь для того, чтобы быть спасенными. Экспозиция, по которой мы сегодня будем с вами активно гулять, открылась в 2000 году. Раз где-то в 50 лет Лувр делает генеральную реновацию. И вот в 2000 году под эгидой выдающегося историка искусства, египтолога госпожи Кристиан Зиглер, которая долгие годы хранила Египет в Лувре, новая экспозиция была открыта для того, чтобы рассказать о Египте со всех его сторон, сказала она в интервью. И здесь, на самом деле, Лувр поставил совершенно блестящий эксперимент. Потому что, по сути, если разделить экспозицию на два уровня, первый уровень рассказывает о жизни на берегах Нила. И только второй уровень в хронологическом порядке начинает рассказывать вам историю фараонов. И этот подход, он очень интересный, он тогда был очень новым, он на самом деле заставляет вас на секундочку представить себя на месте вот этого древнего египтянина, который рисовал этой кисточкой, сидел на этих стульях, мечтал о такой жизни и жил вот на таких берегах Нила. И только потом, когда вы видите весь этот удивительный мир древнего Египта, вы начинаете постигать его хронологически, так, как когда-то свящал сам великий Шампальон, который делал здесь свою первую экспозицию. Еще одна вещь, которая мне в Лувре, например, очень нравится, это чрезвычайно корректное отношение к памятникам и вообще к тем объектам, которые выставляются в залах музея. Лувр — это музей, который не показывает ни одной распеленутой мумии. Они закрыты для специалистов. В экспозиции вы можете видеть вот это потрясающее совершенно тело, забальзамированное первого века до новой эры со всеми необходимыми элементами погребального инвентаря. Мы с вами в эту зону Лувра вернемся. Но в Лувре, когда вы смотрите на Древний Египет, вас никогда не покидает ощущение того, что здесь есть человек. Вот это все человек, который будет сказано позже, в другой культуре, оно в Лувре звучит, и вы всегда понимаете, что Великий музей Франции абсолютно корректно говорит не только о произведении искусства, но и о творцах, которые сотворили этот мир с невероятным пиететом и корректностью, относясь, например, в том числе к человеческим останкам, так как они экспонируются здесь в одном из залов. Ну и, конечно, третий пункт, о котором нельзя не упомянуть, когда мы говорим о Лувре, это сделано не только безумно красиво, это сделано вкусно. Это изящество, которое Франция, ну, наверное, это два слова, которые между собой имеют знак «равно», да, Франция изящество. Углы, под которыми поставлены саркофаги, великолепно сбалансированный свет, точки, из которых вы вдруг видите шедевры, то есть вот эта игра с искусством, она в 30 залах этого музея показана совершенно блистательно, что я постараюсь вам доказать. Очень многие люди, которые приходят в Лувр, говорят, о, это все привез Бонапарт. И это самая большая несправедливость. Да, вот на этом великолепном полотне Наполеон перед полузасыпанным песками великим сфинксом Гизы, который был для него символом древности. Дальше появляется знаменитая фраза «Слов и ученых на середину». Параллельно великолепные исследования, результаты которых Франция издает в многотомном описании Египта. Та коллекция, которую собирает Бонапарт, она досталась Англии после известных вам военных событий. И ныне все эти вещи, которые французы увезли с берегов Нила, они стоят в британском музее, включая великий розетский камень, ту самую билингову, ту самую плиту, сравнивая тексты, на которые Шампальон натишифровал ироглифическое письмо. Более того, мы с вами знаем, что судьбы вещей порой идут путями абсолютно неисповедимыми. И один из памятников, на самом деле, для меня странный подарок, он привез подарок Жозефине, это массивная кубообразная статуя вельможи. Она сейчас хранится в Бруклинском музее, она через ряд частных рук была перепродана из семьи Жозефины и вот сейчас хранится в Америке. То есть те коллекции, которые легли в ядро Лувра и которые потом его пополняли, они пришли на французскую землю позже. И тем не менее, все равно не показать Денона, не показать первого директора Лувра я вам не могу. И, собственно, то увлечение, наверное, Востоком, которое пришло в Европу с войсками Бонапарта, оно и стало тем смыслом, вокруг которого позже строился отдел Востока Лувра. Если вы думаете, что назначение Жанны Француза Шампальона на пост директора египетского отдела Лувра прошло безболезненно и просто, вы ошибаетесь, интриги были, есть везде, за этот пост боролись, а вы понимаете, что одновременно он занимал две совершенно невероятные должности. И пост главы египетского отдела Лувра, и это знаменитое кресло Шампальона в Сарпонне, то есть это первое лицо французской гиптологии. Кто-то сомневался в его системе дешифровки египетской письменности, кто-то говорил, что есть более достойные, но король Карл X, конечно, поступил очень достойно, и делая свою первую экспозицию, Шампальон сам начинает ее пополнять в прямом смысле этого слова. Через два года после своего назначения на 19 месяцев он едет на берега Нила, как гласят записки его друга, с которым он ездил в таком интеллектуальном очень союзе, это был итальянец Ипполито Розеллини, а Шампальон, спустившись с корабля в Александрии, мы на секундочку с вами забудем про чартерные рейсы и всю вот эту блаш, корабль из Марселя в Александрию, классический путь, он спустился на набережную и подсозналовал египетскую землю, о которой он мечтал с детства. И дальше, во время этой знаменитой франко-тосканской экспедиции, результаты которой были изданы в многих томах научных исследований, он привозит вещи. И здесь, на самом деле, есть еще одна очень важная тема, которую я сегодня коснусь несколько раз, потому что ученые 19 века, желая вывести памятник в свой национальный музей, не чурали взять пилу, топор, кирку, отбить голову статуи, вырезать рельеф из истинной царской гробницы. Такого вандализма было очень и очень много. И, к сожалению, сам Шампальон этим тоже страдал, я на конкретных памятниках вам это покажу. Но, тем не менее, огромная коллекция была привезена в Лувр. Более того, Жан-Франсуа, как человек, обладающий вкусом к египетскому искусству, он настоял, и Карл X услышал его, чтобы в Лувр были куплены две великие коллекции. Я напомню, что это эпоха великих консулов, когда разные страны своих консулов дипломатическими представителями предлагали этим людям жить в Египте и представлять свои интересы. Тем более, что Египет всегда был очень богатым как на товары, так и на политические интриги, и поэтому место было такое ключевое. И вот, в частности, Карл X именно по указанию Шампальона покупает коллекцию британского консула Генри Солта. Это коллекция более 6000 вещей с колоссальными статуями в том числе, и там были памятники, например, для ввоза которых в Лувр пришлось разбирать часть стен около окна, потому что по лестницам это пронести было нельзя. А дальше Шампальон буквально рыдает в своих письмах, потому что прямо перед его носом уходит великолепная коллекция Бернардино Дроветти, еще одного консула, французского консула. Эту коллекцию предлагают русскому императорскому дому, ее не покупают в Эрмитаж, и ныне это грандиозный музей Джитсо Ти Торино, великий египетский музей в Турине, потому что эту коллекцию купил король Сардинский Викторий Мануил. Вторая коллекция Дроветти не менее хороша, в центре ее едет 12-метровый колосс фараона сетей второго. И тут уже, конечно, Шампальон буквально бросается к ноги королю, вторая коллекция Дроветти была куплена, коллекция генерала Мимо, отдельные пожертвования, все вот эти блоки, они довели до более чем 50-тысячной коллекции древностей, которая хранится в этих залах. На самом деле, по просьбе Шампальона залы были декорированы, часть этих залов сохранилась, я покажу их, а залы были декорированы не в античном вкусе, а в вкусе ощущения Египта. Вот вдумайтесь в эту фразу. И на потолке одного из этих залов, это ныне так называемая галерея Карла X, вот это замечательное полотно, 1827 год, Франсуа Эдуар Пико, «Духи искусства и знания открывают Европе Египет». И вы посмотрите, какая Европа, она античная, она молодая, красивая женщина, а это такая чуть чопорная, мудрая, древняя египтянка, которая, в общем-то, с некой дозой презрения смотрит на молодую красавицу, которая идет к ней постигать глубины мудрости и тайн, которые таились, конечно же, для понимания европейцев на берегах Нила. Очень редкий кадр с открытки, вот так выглядела первая египетская экспозиция Лувра, Карл X, как попечитель коллекции, конечно, имеет полное право на то, чтобы вы насладились его парадным королевским портретом. Дальше много реэкспозиций, пополнения, судьбы и, конечно, созвездия совершенно невероятных предметов. Ну вот, например, один из них я вам покажу. На центральном столбе стоит огромная капитель древней колонны с маской богини Хадхор, великой богини любви. Вот тоже сейчас она стоит в Лувре, 9 век до новой эры. То есть все эти памятники на самом деле легко угадываются, когда вы идете сегодня по залам новой экспозиции. Египтом очаровывались и его боялись. А в французской переписке, особенно дамской переписке того времени очень много самых невероятных эмоций. Дамы падали в обморок при виде великого сфинкса. Дамы переживали, дамы постигали, так же, как и их кавалеры, конечно же, другой мир. Мир другого культурного кода, в котором для них с трудом открывалась та страна, где учились все великие греческие мыслители. И когда-то греческим туристам, древнегреческим туристам в великом египетском городе Солнце, в городе Гелиополе показывали дом, где когда-то учился Платон, где он жил, общежитие Платона, где он жил, когда он учился в великом гелиопольском храме. И постепенно, благодаря, конечно, труду Шампальона и всех тех великих ученых, которые стали его преемниками на посту египетского хранителя Лувра, этот мир не только открывался, в нем находилась основа европейской культуры. Первые тексты, первые энциклопедии, первые цитаты, которые позже входили и в библейские тексты, и в основу античной мысли. Давайте вернемся все-таки в наши дни и начнем путешествовать по залам Лувра, так, как это делают все сегодня. Путь к египетским древностям идет из так называемой крипты Сфинкса. Это второй по размерам Сфинкс, который существует в мире. Потрясающий памятник с портретным изображением фараона Аминемхета Второго. Это рубеж 19 и 18 века до новой эры. Мы с вами смотрим на гигантский образ царя. Я напомню, что слово Сфинкс не имеет, на самом деле, отношения к тому символизму, какой в этот памятник помещали сами древние египтяне. Происходит он из греческой легенды о женщине-сфинксе, которая, загадывая загадку о человеке, душила не отгадавших на воротах греческих биотийских фиф. Ее звали Эсфинге, душительница. Называли такие памятники Шесепанх, живой образ. И в сочетании облика правящего царя и льва, как великого владыки природы, мыслили одну из форм солнечного бога. И одновременно царь в образе сфинкса является олицетворением великих предков, которые хранят либо храм, либо некрополь. Совсем рядом с великим сфинксом, которым открывается Крипта Лувра, вот там, где сейчас молодой человек смотрит на плиту, и строится один из тех, может быть, малопримечательных памятников, но великолепных и удивительных, мимо которых туристские группы, которые приходят в Лувр, несутся вот так толпой. Да, я всегда поражаюсь экскурсиям. Эрмитаж за один день, Лувр за один день, да, Берлинский музей за один день. Боги, как это возможно? А на самом деле вещи совершенно уникальные. Дело в том, что вот эти ранние коллекции, они были знамениты еще и тем, что в этот момент Египет очень легко отдавал памятники. И когда, например, один из царских колоссов вывозили из Египта, то французы пришли к Мухаммеду Али, Хидиву Египта, правителю, я напомню, что Египет тогда был частью Оттаманской империи, поэтому Хидив, и попросили разрешения на вывоз вот этой статуи. Хидив спросил, а зачем? Честные французы ему объяснили, уникальный памятник, мы готовы заплатить, вот совершенно великолепная вещь, мы хотим его в музей. На что он сказал, нет, у вас просто нет такого качественного камня, и вы мне тут врете, и под глупым предлогом про искусство пытаетесь вывезти эти вещи к себе в Европу. И вот за счет того, что в это время уникальные памятники можно было вывезти, извините за свой портрет, я здесь стою для размера, вывезли две плиты, которые были стенами святилища царских коронаций, которая когда-то стояла между лап великого сфинкса в Гизе. Ну, я, вот вы можете себе представить всю высоту, в центре знаменитая стела сна, я не буду сегодня подробнее о ней говорить, но вот здесь с двух сторон у лап сфинкса стояла эта плита и симметричная, которая тоже хранится в Лувре, и перед ней вы видите, несмотря на все повреждения, Рамсеса Великого, XIII век до новой эры, который почитает великого сфинкса Гизы, который в этот момент воплощает собой всех его предков, которые готовы на него, как на верного сына, возложить короны Верхнего и Нижнего Египта. В 1817 году, сфинкс же, вы понимаете, вы видели наверняка много иллюстраций, он был очень долго засыпан буквально по шею. В 1817 году итальянский археолог и авантюрист Джованни Кавилья впервые расчистит вот это пространство, где я стою на этой картинке. На алтаре перед сфинксом он найдет окаменевший пепел, последнюю жертв, принесенных перед сфинксом в римское время, вывезет и продаст в британский музей большую часть рухнувшей великой царской бороды, вывезет эти две плиты, которые приобрел Лувр, и история о царском святилище станет после этого для великого сфинкса Гизы не более чем воспоминанием. Дословно, сетопед избранный. Здесь когда-то ходили стопы всех величайших царей древнего Египта. Так какой же он Египет? Я не случайно показываю вам берег Нилы плывущую лодку, потому что с последующих залов Лувр начинает очень аккуратно и очень мягко рассказывать о том мире, в котором родился гений египетского художника. Еще Геродот, великий отец истории в пятом веке до новой эры говорит, что Египет это дар Нила, поэтому история луврских залов начинается с хапи, с бога Нила. В нем была и простая жизнь, и великая философия египетской земли, потому что каждый год в районе 15 июля Нил становился из простой реки и теру, хапи, паводком. Вода разливалась, Египет становился на несколько месяцев в такой невероятной африканской Венеции, разделенной каналами, на поверхности воды стояли только города, строившиеся на более высоких местах, дальше было невероятное вот это буйство природы, водяных лилий, птиц, фрагмент о росписи 12 века до новой эры тоже выставлен именно в первом зале Лувра, и вот он сам хапи, на его голове три папируса, он плодороден, поэтому у него женская грудь, он андрогин, и в руках у него жертвенник, полный даров, потому что каждый год весной Египет будет умирать от засухи, и земля его будет трескаться так, как по легенде Сетх, бог пустыни, разрубил на части тело Осириса своего великого брата. От одной единственной следы богини Исиды Нил будет разливаться по преданию, и вновь Египет будет целым. И вот этот ежегодный цикл, а мы вспомним с вами, что еще разлив Нила совпадал с восходом Сириуса, который считался священной звездой богини Исиды, он порождал в Египте невероятное ощущение близости божественного мира, боги были рядом. Недаром в античных источниках неоднократно говорилось, что Египет это та земля, где боги ближе всего находились к людям, даже по ощущению самих древних греков. Поэтому великий Хапия, невероятное торжество природы, и вот это буйство, безумно красивое буйство Нильской долины, это та тема, с которой Лувр начинает свою историю. Из гробницы вельможи Унсу конца 15 века до новой эры происходят эти росписи. Это хлеб, это основа великой житницы Египта, который в лучшие годы давал три урожая в год и кормил в самые голодные годы всю Римскую империю. Это то невероятное сочетание труда, потому что на более высокие места, где были пески, колоссальными усилиями проводились регационные каналы, вырывались целые озера, великое меридво озеро было вырыто руками, и в момент засухи дамбы в Аллаху не выпускали воду на высокие поля, это все то, что в Египте потеряло в Средневековье сразу, потому что не были готовы работать так, как работали люди фараона. И это одновременно тот символ страны, который был глубинным аспектом египетской религиозной культуры. Что такое зерно? Зерно — это что-то мертвое, что-то маленькое, что-то бессмысленное, но если положить его в землю и полить водой, появится зеленый росток. Зерно — это не преподрив в Египетске, это одно из имен бога Осириса, потому что зерно — это символ того, что жизнь победит смерть, всегда победит смерть. Поэтому это не только жатва хлеба, это еще и ежегодное циклическое повторение, как такое заклинание того, что смерть конечна, а жизнь наоборот бесконечна. А поэтому Лувр говорит о жизни. Бог с ними, с фараонами на некоторое время. Давайте посмотрим, на каком стуле они сидели, из какой плошки ели, каким полотенцем вытирались. Более того, мы с вами знаем, что это исключительная черта египетской культуры и прежде всего, конечно, египетского климата, который в гробницах, в пустыне великолепно сохранил вот эти вещи. Друзья, это стул 15 века до новой эры. Рядом циновки, сосуды, лари, в которых когда-то лежала провизия. Рядом в витринах этого первого зала, который называется «Быт Египта», десятки и порой даже сотни мелких фрагментов керамики, горшки. То есть вы попадаете в дом к древнему египтянину. Это очень классная идея, потому что вы с египтянином знакомитесь раньше, чем с египетским царем. А мы обычно приходим с вами в египетский зал, что мы видим? Мумию, саркофаги, большую царскую статую, и мы восхищаемся искусством, но видим мир мертвых. А вот этот мир живых, который огромный, который потрясающий, он остается за порогами музея. Зачастую эти вещи находятся в хранилищах, а если мы к ним еще и приглядимся, то мы с вами увидим невероятное изящество. Вот этот стул, который называется «Минбит», от него вообще, от этого типа стула пошел весь европейский ампир, потому что Европа была восхищена вот этими стулями и тронами либо в виде львинах, голов, либо в виде даже еще голов скульптурных портретов цариц, которыми иногда украшались такие троны. Обратите внимание на великолепную стяжку из кожаных полосок, на которой клали подушку, это было удобно очень, то есть это все комфортно, это замечательно. Или, например, вот такой стул с утиными головами, которые касаются еще уток, здесь просто заросли какие-то тростника, можно представить, и как все великолепно инкрустировано при этом черным деревом и слоновой костью. И даже вот такой фрагмент, я специально взял ту вещь, которую, может быть, вы и не увидите в Лувре, вы просто пробежите дальше, это фрагмент музыкального инструмента, голова птицы, которая открыла рот, птица кричит, высовывая язык, и священная антилопа Ибекс, которая держит ее рогами. Казалось бы, такой декоративный, такой красивый предмет от 14 века до новой эры, а ведь здесь тоже легенда, весь тоже миф, потому что по одному из преданий мир творит великий гагатун, огромная белая птица, которая всплывает над водами предвечной бездны и начинает кричать, выкрикивая тайные имена каких-то вещей, явлений, они начинают существовать. Поэтому звук в древнеегипетском мировоззрении это жизнь, противостоящая молчанию, то есть смерти, точно так же, как дыхание и бездыханность. С одной стороны, просто красивая деталь, а это великий гагатун, который кричит в знак того, что музыка это священное искусство, которое уподобляется деянию Бога-творца. А вообще, вот всего лишь такой маленький декоративный предмет, мимо которого все бегут, и таких предметов там многие десятки тысяч. Важная черта египетской культуры это невероятная страсть к фиксации, невероятная страсть к знанию, это церемониальные палетки, это тубусы, в которой когда-то хранились папирусы. Это реальные палетки египетских писцов, которые несут на себе следы использования и две священные краски, красную и черную. В 25 веке до новой эры великий египетский мудрец Птах-Хотеп говорил одновременно о том, как важно быть рех-хет, знающим вещи, то есть образованным человеком. И одновременно говорил о том, что знание хранит традицию, потому что каждый раз, начиная новую рукопись, египетский писец, брал калам, вот эту тростинку, обмакивал в воду и первую каплю сбрасывал в память об Эмхотепе, великом мудреце, изотчим, который жил в 27 веке до новой эры и к которому Египет восходил традиции своего знания. Поэтому великолепные образы писцов, я много сегодня подобных вещей вам покажу. И совершенно неожиданный предмет, церемониальная палетка великого визира пасера, 13 век до новой эры, это эпоха Рамсеса Великого, церемониальная, она никогда не использовалась, то есть она была установлена в доме визира как факт, подтверждающий его образованность. Он образованный человек, у него есть палетка, причем эта палетка сделана из прочного камня, есть прославление знаний и умений великого визира, выписанные иероглифическим текстом, он сам здесь предстоит, он образованный человек для вечности. И вот это умение древнего Египта задумываться о вечности в таких простых для нас моментах, оно совершенно поразительно и одновременно именно оно стало условием того, почему столько осталось, почему так много мы у них знаем. Удивительный совершенно памятник, который я не могу вам не показать, это так называемый царский локоть, это деревянная планка длиной 52 сантиметра, такой локоть получал архитектор в момент назначения на должность, это его официальный диплом. Получив локоть, который был, конечно же, такой, ну, в общем-то, логарифмической линейкой для древнего египтянина, он становился профессионалом, вот здесь в зеркале видны тоже церемониальные тексты, которые написаны под этим локтем, и здесь совершенно потрясающе то, что это локоть великого архитектора Майя, который заложил основу гипостильного зала храма бога Омона в Карнаке. Это реальные творцы, реальные художники, мы знаем не только их имена, но мы знаем их творение, и вот подумайте, даже для средних веков, от кого из средневековых мастеров мы имеем хотя бы там, я не знаю, хоть какой-то предмет, который они держали в руках. Вот для древнего Египта это невероятно. Египет любит точность, поэтому рядом выставлены меры, это все гири, которые использовались при отвесе ценных материалов, и вот две дальние гири, я не могу вам это не показать, это прекрасно, это два зайца, выполненные из медного сплава, на брюшке каждого зайца стоит точное указание, сколько он весит, то есть такие гири клали на весы, и мы с вами мило улыбнулись, забыв, что вообще-то в четвертом еще тысячелетии до новой эры в оброде зайца почиталась богиня Унут, мать существования, и в древнеегипетском языке глагол «ун» «быть» выписывается в виде иероглифа зайца, то есть это «бытие». Даже вот у этой гири у нее тоже есть свой дополнительный смысл. Лувр рассказывает о том, что мир Египта состоит из разных материалов, это камни, великолепной богине Сехмед, который сделан из грана диорита, безумно трудного к обработке камня. Ушептие, заупокойная статуя Менхотепа III из красного гранита, и тут же дерево, из которого выполнено тоже ушептие, заупокойная статуэтка одного из чиновников. Это вновь дерево, и это безымянный саркофаг, причем удивительной красоты совершенно. Памятник, который показывает, как тонко Египет сочетал материалы. Дерево и золото, золото и фаянс, фаянс и сердолик. Целая галерея Лувра показывает только материалы, из чего сделан мир Древнего Египта. Выглядит это вот так. Причем, здесь, конечно же, и эпохи, и вот здесь фаянсы и стекло, показанные в этой витрине, разные эпохи, разные фрагменты, но как тонко, изящно это сделано, и какие восхитительные памятники стоят рядом. Я недаром взял ее на обложку лекции. Это маска саркофага неизвестной 14 века до новой эры. Великолепный массив дерева сикаморы, глаза инкрустированные синим стеклом, черным обсидианом и белым алебастром. Но вы посмотрите, какая работа! То есть даже осознание, что это погребальная маска, и что она треснула, и что нет одного глаза полностью, не перебивает вот то ощущение жизни, которое порой с таким искусством передавал в любом материале древнеегипетский мастер. И вы одновременно задумайтесь о другом. Вот если бы ее поставить в ряду с массой других саркофагов, она бы потерялась. А здесь, когда она стоит в витрине с материалами для инкрустации, ты задумываешься о совершенно разных вещах и вдруг одновременно понимаешь, что вообще-то перед тобой Лувр выставил один из самых великих своих шедевров великую маску безымянной. А погуляем достаточно быстро для того, чтобы понять это пространство. Здесь миры украшений из самых разных материалов. Здесь туалет знатной дамы с зеркалами, которые на самом деле изображают собой солнце, рождающееся рано утром из папирусных зарослей. Утро. Вот это зеркало можно назвать утро. Утро для древнего египтяного символизма это обновление, омоложение. То есть, с одной стороны зеркало, с другой стороны это практическое колдовство для омоложения дамы, которая видит отражение своего лица в подобии утреннего солнца. Ну и порой совершенно невероятные детали в этой же витрине выставлены вот эта ручка несохранившегося зеркала. Скорее всего, зеркало было либо из электрума, либо из серебра, поэтому еще в древности оно пострадало. Зеркало было найдено в гробнице человека, которого звали Джхутинахт, который был управляющим одной крупной области в Среднем Египте. это совершенно фантастическое изображение стебля папируса из алебастра, золочения, здесь великолепная тонированная роспись, а вообще-то, если на секундочку абстрагироваться, что это ручка зеркала, это стебель папируса уаджи, дословный перевод вечная молодость, вечное здоровье. То есть это тоже опять же магический посыл, один из тех, которыми так богато египетское искусство. Конечно же, здесь показан изящный мир Египта 15-14 века до новой эры, это косметические ложечки, которые когда-то стояли на столах египетских притворных дам. Гусь, которого держит в руках плывущая девушка, он открывается, у него открываются крылья в разные стороны, там когда-то лежали румяна. Изящно, красиво, благородно, но вообще-то это богиня неба Нут, который держит в руках того самого Гагатуна, который сейчас закричит и из его уст родится вселенная. Соответственно, он кричит и рождается солнце, солнце красного цвета, поэтому это румяна. То есть он наполнен румянами, потому что он наполнен солнцем, которое он вот-вот родит в этот мир. И дальше, на секундочку, задумываешься одно в одно очень простую вещь, а ведь это те пласты смысла, которые мы знаем. А сколько мы не знаем пластов смысла, которыми наполнено египетское искусство. Или вот еще одна замечательная тоже ложечка, очень я ее люблю, это придворная служанка, которая с одной стороны обнажена в знак своей юности, непорочности, а с другой стороны, посмотрите, какой парик, какие ожерелья, и она несет вот этот сосуд, наполненный каким-то, ну, невозможным благовонием, который, естественно, знатная дама будет использовать, одновременно испытывая эстетическое наслаждение от всех вот этих великолепных вещиц, которые у нее лежат дома на туалетном столике. Это музыка. Египтяне музыку очень любили, это один из редких музеев Европы, где вы можете увидеть подлинные египетские музыкальные инструменты. Сохранились они плохо, но, тем не менее, вот здесь малые пиршественные арфы. Дело в том, что с музыкой в Египте связана великая беда. Музыку они очень любили, мы по количеству инструментов знаем, насколько богатым был египетский оркестр. Великая храмовая арфа Дадат имела высоту около 4 метров. Ее держали два человека, арфистом был сугубо мужчина, потому что это был тяжкий физический труд. На секунду представьте себе 20-метровые колоннады Луксорского храма, клубы Ладана, золотые колонны, и представьте, какой резонатор у 4-метрового инструмента. И голос великой жрицы, которая поет под вот этот невероятный совершенно звук. Но они не знали нотные записи. Как и у многих других народов Древнего Ближнего Востока, у них была развита хирономия. То есть дирижер показывает тон, кварту, квинту, и дальше этими движениями руки он обыгрывает известную традиционную мелодию, которую жрицы-музыкантши и музыканты изучали в храмовых школах. Поэтому мы смотрим на поющих певцов, и тоже вот этот великолепный памятник, мы сегодня смотрим только вещи Лувра 9 века до новой эры, изображает орфиста перед богом солнца. Мы видим инструменты, мы читаем тексты песен, мы знаем, насколько это было роскошно, но услышать мир Древнего Египта, к сожалению, не представляется возможным вот по такой печальной причине. Кстати, это очень обидно, потому что, например, в Вавилоне была нотная запись клинописанная, и отдельные музыкальные фрагменты вавилонской музыки, они восстановлены современными музыкантами. Древний Египет здесь, к сожалению, оказывается молчалив. Ну и для того, чтобы показать вам, что и музыкальный инструмент мог быть выполнен чрезвычайным изящством, я показываю вам кастаньеты, жрицы-певицы. Друзья, это 20 век до новой эры. Это руки богини-матери, которые выполнены из слоновой кости. Посмотрите, как здесь роскошно совершенно они декорированы. И великая жрица берет их в ладони и, хлопая вот этими руками богини, привлекает тем самым богиню к исполнению музыки во время храмового действия. То есть не только сама жрица, но и богиня в этот момент, входящая в инструмент, который она держит в руках, играет музыку, а щепковых, кастаньетных, вот этих всех видов инструментов в Египте было очень-очень много, и лувр показывает все это в чрезвычайном изобилии. Сели мы с вами на прекрасное кресло, отпили прекрасного вина, о коеме в Египте было много сортов, послушали великолепную музыку. Ну, что же нужно для счастья? Конечно, домашние животные. Причем, домашние животные здесь будут неожиданные. Это, понятно, кошка, это обезьяна, которая всегда мелкие мартышки, а иногда и бабуины, у которых в молодости вырывали клыки, они были придворными и домашними животными. Я вам такое даже доказательство еще одно сегодня покажу. И гусь. Гусь был любимой домашней птицы. Собака была существом дворовым и в дом практически никогда не попадала, хотя у некоторых царей, ну, конечно, в плане охоты были свои известные любимые собаки. А вот здесь давайте мы посмотрим на египетского художника-анималиста. Ну, вы посмотрите, какие позы. Это навершия штандартов из культа богини Баста, это понятно. Здесь кошка кормит свое потомство. Вот эти два, четыре, простите, деревянных, великолепных котенка. Но главный памятник, вот на мой взгляд, Лувр любит другую кошку, я покажу какую. Главный памятник, по-моему, стоит вот здесь. Я сейчас вам ее покажу, удивитесь. Это абсолютный, невозможный шедевр. Этот человек знает про кошку все. Это безымянный, великий анималист 15 века до новой эры. Поза, мускулы, движения. И это одна и та же вещь, инкрустированный стеклом глаз, который абсолютно точно передает ощущение кошки, которая сидит и следит за пространством, несмотря на всю фрагментарность этого произведения, все повреждения, в чем ушки, видите, отдельно вставлялись. То есть, это вот все сделано с большой выдумкой, с большим инженерным таким решением. Вещь совершенно фантастическая. А вот ту кошку, которая сейчас наверху, Лувр любит больше всего. Это парадная бронзовая кошка, где-то приблизительно 8-7 веков до новой эры. Ну и вот здесь, пожалуйста, найдите свою себе по вкусу. Но здесь тоже очень интересная вещь. Вот эти все кошки, которые стоят внизу, это не просто изображение кошек, это реликвария. Они все полые внутри. Туда добавлялся фрагмент мумии, известные забализамированные кошки. Такую кошку привозили из храма, либо, наоборот, жертвовали в храм, и она считалась великой святыней. История о домашних животных, она, конечно, очень сильно перекликается в Египте с историей о священных животных храма. Здесь целые галереи Лувра показывают нам мир животных древнего Египта. Я покажу, конечно, только отдельные кадры, но всмотритесь в этот образ. Сокол. Выполнен он из диорита и глаза инкрустированы желтым мрамором. Уже первый век до новой эры, уже такой поздний Египет, входящий в Рим. Но какая совершенно невероятная способность египетского мастера так концентрироваться, собраться и так блестяще передать образ сокола, который одновременно гневный, грозный хищник. И одновременно ведь сокол для древнеегипетского мировоззрения это символ царственности. Это хор, это бог-покровитель, патрон фараона. И сам фараон считается живым земным воплощением, ипостасью бога хора. Вот такая совершенно невероятная птица тоже в Лувре есть. Понятно, что монтируя экспозицию первого этажа, Лувр был все равно, вне зависимости от своих желаний, вынужден крупные памятники оставить на этих местах, потому что они просто их не выдержат перекрытие второго этажа. Потому что, например, в Лувр вывезена целая гробница вельможи Ахет-Хатепа. Это 25 век до новой эры. Он был крупным чиновником при дворе одного из царей. Лувр купил все рельефы гробницы в 1903 году и собрал их на современном основании. На самом деле, хорош здесь не только Ахет-Хатеп. Я покажу только два фрагмента. Удот, летящий в болотах дельты, и антилопы ибиксы, которых слуги Ахет-Хатепа, крупного вельможа, ведут по своему хозяйству. Это маленькая гробница, целый мир древнего египтянина, которая рассказывает все о том хозяйстве, в котором существовал Ахет-Хатеп. И вот здесь мы первый раз увидим грустный кадр. Вот это основание Мастаба Ахет-Хатепа в Саккаре, около Великой пирамиды Джосера, там, где когда-то находилась эта гробница. Это еще одна история о том, как в конце 19-го и в начале 20-го века гробницы вывозились со своей земли. Отдельные помещения первого этажа Алура посвящены удивительной находке. В 1850-х годах в Лувре работает удивительный хранитель Огюст Фердинанд Марьетт, человек, который вообще-то начинал свою жизнь с жуткой, лютой ненавистью к древнему Египту. Все случилось с того, как он в детстве встретился с семьей. Ему рассказали о том, что вообще-то его дядька был великим человеком. Его звали Нестер Льотт, он был рисовальщиком самого Шампальона. И после смерти Нестера Льотта осталось огромное наследие. Это был маленький французский городок Булон-Сюр-Мех. Ну и вот взяли этого сынишку и говорят, ну вот ты должен описывать этот архив. Он проклял все, разбирая египетские бумаги дядьки. И вдруг в какой-то момент, разбирая зарисовки, истории, археологические детективы, он попадает под очарование земли фараонов. Дальше он пишет в своих мемуарах прекрасную фразу о том, что среди египетских животных есть страшная птица, египетская утка. Когда ты долго смотришь на ее изображение в эраглифических текстах, она кусает тебя, яд ее неизлечим. И через какое-то время ты абсолютно и навсегда болен египтологией. Сначала, как посланник Лувра, Мариетт работает в Египте, прежде всего в некрополе Саккара. Он огромное количество вещей с разрешения египетских властей отправляет во Францию. И среди... Нет, я все-таки скажу, что было дальше, потому что в какой-то момент Мариетт останавливается и понимает, что больше так нельзя. Он разрывает связи с Лувром и становится основателем египетского музея в Каире и службы древности. Он стал первым человеком, который стал защищать древности Египта на родной земле. Но до этого в Лувр было отправлено очень многое. И в 1852 году его ждет совершенно удивительная находка. Он, прогуливаясь по некрополю Саккара, видит головы сфинксов, которые проступают сквозь песок и вспоминает Страбона. Надо хорошо знать античные источники работы в Древневостоке, который говорит о том, что приблизительно где-то здесь аллея сфинксов вела к Серапеуму, грандиозному подземному комплексу, в которой состоялась катакомб, где хоронили священных быков-аписов, которые, в свою очередь, были связаны с царской властью и считались ухем, воплощениями частиц души великого Бдога Птаха, покровителя искусства и ремесла. Раскапывая эту аллею, Мред находит Серапеум. В центре огромная статуя великого Аписа, более тысячи стел, которые когда-то украшали стены Серапеума. Вы можете Серапеум и ныне в Саккаре посмотреть, он открыт для туристов. Вот этот памятник IV века до Новой Эры, вокруг него тысячелетия, история, события и совершенно потрясающие галереи, в которых сам Мред буквально просто влюбился окончательно в Древний Египет. Он в этих галереях потрогал не запятнанные истории, не тронутые. Вот такой чисто Древний Египет влюбился в историю и стал действительно задумываться о том, что все памятники вывозить нельзя. Один из сфинксов, который привел его вместе со словами Страбона к этому грандиозному подземному святилищу, в котором вот такие много десятков тонн саркофаги священных быков, в них золотые маски и даже совершенно невероятные ювелирные украшения. Все эти украшения были сделаны по приказу великого царского сына Хаймуаса, любимого сына Рамсеса Великого, который был жрецом бога Птаха и одним из попечителей Серапеума в XIII веке до новой эры. Я специально увеличиваю одну из подвесок. Это гриф. В когтях кольца шен, которые символизируют собой бесконечность, а голова у него, если вы внимательно посмотрите, голова овна, ба-душа, по-древнеегипетски очень условно, и ба-овен. Звучат одинаково, это амонимы. Изображая птицу с головой овны, египтянин изображает душу предвечного бога, который садится на тело забальзамированное для того, чтобы пробудить в нем вечную жизнь. Уникальное царское ювелирное украшение XIII века до новой эры, которое было найдено мариэтом среди сокровищ Сорапеума. Ну и, конечно, целый мир священных животных. Великолепные овны бога Хнума с острова Лефантина. Рога настоящие. На забальзамированное тело надета позолоченная картонажная маска. И целый мир, который совершенно не воспринимается как собрание мумий, священных животных, а воспринимается, конечно, как абсолютный талант египетского художника-анималиста. Гусь. На самом деле он открывается, и там кладется забальзамированная тушка гуся. Это саркофаги. Посмотрите, какой невероятный ибис. Роскошный совершенно. Сочетание крашеного дерева и бронзовых вставок, лапы бронзовые и великолепный клюв. И если вы посмотрите там за ибисом два змейных тела, это грандиозные колдовские жезлы у Ретхикао, которые использовались египетскими магами в середине II тысячелетия до Новой эры. Но какая кобра, как это все передано. Совершенно восхитительно, и забываешь на секундочку, что это бронза и великолепная позолота. Там же в подземельях Сорапеума находились еще и галереи сна, в которых проходили ритуалы инкубации. Человеку, у которого была беда или просьба, или часто это были какие-то проблемы связаны со здоровьем, приходил в храм, приносил какой-то подарок. Его пускали в эту галерею, где он должен был провести ночь. Считал, что ночь, проведенная в священном месте, принесет либо сон с ответом на вопрос, либо исцеление. В конце галереи сна Саккары стоял вот этот образ бога Беса, покровителя дома, материнства, защитника от порчи из глаза, великого подателя, чадородия, здоровья и всего-всего благополучного. Он выглядит в виде такого агрессивного карлика, потому что свою агрессию напугивает злых духов от того, кому он покровительствует. Среди образов богов древнего Египта, а следующий Целезау рассказывает о богах, я вам все памятники этого зала показывать не буду, есть совершенно удивительные вещи. Атум, одна из форм бога-творца, не бог предвечный, он изображается в виде змеи, потому что он связан с потаённым моментом творения мира, когда он как солнечный бог появляется из бездны для того, чтобы сотворить вселенную. И здесь надо отдать должное кураторам Лувра, потому что вот есть такие изображения просто на постаменте, а были ещё такие же изображения на вытянутом таком пенале бронзовом. Всегда считалось, что там останки священной змеи. И кураторы Лувра сделали сканирование этих пеналов, дальше стали искать, что за существо там находится. И выяснилось, что там вовсе не змеи, а там угри, семейство Маста Цимбеллус, эндемики озера Тана, из которого выходит Нил. Мы ничего не знаем об экспедициях древних египтян в тропическую Африку, но они были, раз там они привозили в Египет эти останки. И раз они ассоциировались с богом творящим мир, то об истоках Нила они знали. Вот такие совершенно удивительные открытия, которые, не имея письменных источников, можно сделать в подвале музея, если обладать зорким глазом, ну и достойной техникой для того, чтобы выполнить вот такие томографические сканирования. Справа бог Солнца, Ра, яростная открытая форма солнечного демиурга, который творит мир. В руках у него острое усиное перо, Маат, миропорядок. Она же, Маат, миропорядок, великая богиня, дочь Солнца в виде маленькой бронзовой статуэтки слева и вновь на голове ее острое усиное перо. Маат, как вселенский закон, по которому движется Солнце. Маат, как чистота праведного сердца. Маат, как социальная норма. Маат, как взаимоотношения Египта с окружающими странами. Все это входило в гигантскую систему этической догмы, этической нормы, на которой строилась египетская цивилизация. Поэтому принцип Маат, которому противостоит эсэфет, вот очень сложно древние термины переводить на русский язык, вообще на европейские языки. Но, кстати, с русским иногда проще, потому что, знаете, есть такое старое русское слово кривда. Не ложь, а искаженная правда, кривда. Вот эсэфет, она кривда, а на Маат только искаженная. И весь мир это вечная борьба Маат и эсэфет, правда и кривды. Даже сказка такая есть древнеегипетская. И вот Маат, побеждая кривду, она становится вот этим великим вселенским законом. Изображения богов могут быть очень разные. Например, очень красивое грустное лицо это вативный штандарт, то есть штандарт, который принес человек в храм, в храм этой богини, это богиня Анукет, и надпись просит о чем-то богиню. Анукет была покровительницей нильских разливов и чистой нильской воды почиталась в районе острова Елефантина. Удивительно красивый образ. Анубис, Бухмин, великолепный сэбек в образе своего священного животного, такого, простите, я скажу это слово, сочного крокодила. Вот он такой тучный, преисполненный просто жизненными силами. Вот великолепный крокодил Лувра. На самом деле, если вы внимательно посмотрите, вот здесь бронзовая подставка, это часть штандарта, который носили в начале божественной процессии. И вот в Лувре такие изображения божеств тоже есть. Ну и, конечно, великий шедевр. Я покажу его в нескольких ракурсах. Это статуя бога Хора, который держал в руках сосуд для очистительных церемоний. Я специально для аналогии показываю вам луврский же памятник. Сидит донатор, человек, пришедший в храм, и два бога, Хор и тот, изливают из сосудов на него святую воду. То есть он очищается этой водой. А теперь я покажу вам несколько крупных кадров. Вы посмотрите, какая невероятная работа. Это один из выдающихся шедевров Лувра. И еще, что очень важно отметить, это бронзовая скульптура. Мы очень мало бронзы и меди имеем от древнего мира, потому что ее банально переплавляли. Мы имеем мраморные вещи, любые другие каменные памятники, но вот так сохранившаяся храмовая бронза, которая делалась методом восковой отливки. То есть это все было сделано из воска, по воску была сделана матрица, по матрице были сделаны полные отливки. И посмотрите, какая маска фактурная. Дело в том, что ее золотили, вот эта фактура по бронзе для золочения. И, конечно, безымянный памятник безымянного мастера, он производит невероятное совершенное впечатление, и он очень популярен среди тех гостей, которые приходят в Лувр, даже не очень любя Древний Египет. На руки посмотрите. Жилы, сухожилия, косточки, да, то есть вот совершенно фантастический памятник, поэтому я позволяю его по себе показать даже вот в таких трех ракурсах. Двигаясь дальше по залам Лувра, отходим мы с вами к пространству храма. И к пространству храма нас ведет аллея сфинксов, которая когда-то вела в Серапеум. Это те самые сфинксы, которые открыли тайну подземного святилища Агюсту Фердинанду Мариетту. И дальше, пройдя мимо сфинксов, мы просто должны с вами быть потрясенными, потому что храм воссоздан из фрагментов от пилона с царскими колоссами до святилища, которое таится вот там, в глубине этой гигантской галереи. Я покажу вам сейчас некоторые наиболее значимые памятники этого пространства, но перед этим напомню, что здесь подлинные все. Колонны XIII века до новой эры. Это колонны из храма Рамсеса II в Гераклиополе, они все покрыты царскими текстами. И вот такие пальмовидные капители показывают как бы пальмовый лес, который когда-то был портиками, оторачивал храмовый двор. Итак, давайте посмотрим на царские колоссы. Голова огромного колосса фараона Менхотепа III, который происходит из того же храма в Фивах, откуда наши петербургские сфинксы. У нас здесь вот есть такая очень понятная связка. В Лувре от него голова и вот такие гигантские совершенно ноги. Остальная часть колосса разбитая, лежала долгое время в поле. Храм очень сильно пострадал во время землетрясения. Еще один колосс, для которого, как вы помните, разбирали оконный проем Лувра, Сете II из Карнака, выполненный из акварцита, великолепный, могущественный образ царя Рупежа XIII-XII веков до Новой эры. Порой статуя хранила в себе историю не очень благополучных дел, потому что вот этот памятник, это изначально статуя Менхотепа III, XIV век до Новой эры. Спустя сто лет Рамсеп II перерезал на ней надписи и даже изменил лицо. Попыток узурпации более древних памятников в Египте было очень много. Несмотря на то, что некоторые царские тексты, хранившие такую мудрость, когда отец царь передает сыну какие-то поучения, они говорили, не бери чужого памятника, высекает для себя новый камень в каменоломних Туры, знаменитый каменоломник города Мемфиса. Тем не менее, узурпации было довольно много. Вот такой очень яркий пример. И здесь, кстати, я не могу не упомянуть, что Лувр еще делает филиал не только во Франции. Я сейчас покажу, где эта статуя находится сейчас. Лувр Абудаби. У нас почему-то очень мало знают о том, что Лувр в Абудаби сделал потрясающе совершенно. За музейные залы выставил там ряд шедевров самых разных культур. Там от древнего Египта через Месопотамин к живописи. Вот такой филиал в арабской стране. Но, тем не менее, вот эта статуя покинула храмовый зал Лувра и теперь находится в совершенно другой части света. Этот же зал оторачивает многочисленные статуи виноголовой богини Сехмед XIV век до новой эры. В Египет приходит чума, а Сехмед ассоциируется с эпидемиями, эпизоотиями, гневом и одновременно с великой мать-мать-медицины. Оракул, который получил царь Менхотеп III, гласит, что он должен почтить великую мать-гнева так, как не почитал никто. И дальше он делает ей буквально летанию, то есть молитву, почитающую имена в граните. В граните в Грана-Диорите было сделано более восьми сотен статуй богини. В Луврих 15, в Ватикане 23, в Эрмитаже одна, в Пушкинском музее голова одной из них. В музее Метрополитен больше 30, точно не помню, но точно больше 30 в Нью-Йорке. То есть вообще каждый уважающий себя в музее должен кланяться Менхотеп III за то, что великолепные совершенно образы монументальной богини, они таким образом изначально заупокойного храма царя Афивах на западном берегу через руки коллекционеров поступили в самые различные музеи мира. Я покажу вам отдельные фрагменты, потому что здесь уровень полировки, уровень обработки грана-Диорита, это очень прочный камень, они, конечно, зашкаливающие, прекрасны, но и сам образ богини, который, с одной стороны, кажется яростной, а с другой стороны, содержит в себе глубочайшую мудрость, потому что это гневное воздаяние, которое учит не совершать проступки, согласно египетской мифологии, он, конечно, тоже прекрасен, они здесь и сидящие на тронах, и вот такая одна стоящая. Ну и потом, на секундочку, отойдем от образа богини, посмотрите, какая у нее шерсть на гриве, какие у нее усы, как сделана вся моделировка лика, здесь, конечно, опять же, египетский анималист превыше всяких похвал. Следуя дальше по залу храма, вот там красная стрелка показывает на витрину за колонной, где вот такой восхитительный рельефный блок, происходит он из храма Рамсеса II в Абидосе, 13 век до новой эры, идут разные божества, которые протягивают символы вечной жизни Рамсесу Великому. Это один из высочайших взлетов египетского искусства, посмотрите, какие ноздри, какие губы, какие пальцы у бога хора, какая, ну невозможная просто рафинированность, и этими пальцами хор протягивает дыхание вечной жизни, знак Анг к ноздрям царя. Сейчас я, это вещь из коллекции Мимо, который был одним из французских консулов в Египте, сейчас я вам покажу храм Рамсеса II в Абидосе, вот верхняя часть стены, это этот рельеф, который просто был отпилен с верхней части святилища, в котором не сохранилась крыша. Храм известен своими цветными рельефами, знаменитое место, и вещи из этого храма есть в Бруклинском музее, даже один фрагмент есть в подвале в Москве, в музее из братьев и искусственников Пушкина, он никогда не выставлялся, но он есть, то есть его буквально растаскивали, как и многие другие святилища Египта, на куски, поэтому, когда мы смотрим вещи в залах Лувра, иногда настигает легкая или даже не очень легкая грусть, потому что ты каждый раз хочешь увидеть это в изначальном контексте. Смотрите, какой профиль солнечной богини, которая тоже стремится к Рамсесу, и которая когда-то находилась вот в этом Абидосском святилище. Памятников в зоне храма очень много, каждая из них часть какого-то известного святилища, какой-то точки на карте священной географии долины Нила, и здесь эта замечательная девушка рассматривает рельеф тоже фигуры Рамсеса II, но меня интересует вот та вещь, которая стоит за ней. Это наус для культовой статуи богини Исида из ее храма на острове Филе, это последний египетский храм, который был закрыт в 4 веке новой эры. Статую вывезли в Константинополь, где она, судя по всему, была уничтожена, наус остался в храме, его вывез Шамшампальон, и когда мы сегодня пытаемся представить, как это выглядело изначально, посмотрите на это. Вот это храм Исида на острове Филе, жертвенная подстава для священной ладии, там дальше стоял вот когда-то этот наус. И здесь нужны две вещи. Здесь нужны знания и фантазии искусствоведа, потому что когда ты знаешь этот материал, ты приходишь в храм и начинаешь расставлять картинки. Где какие статуи стояли, из какого музея, где какие памятники. И улыбка, и грустно одновременно, конечно, но вот тот наус, которым заканчивалась центральная ось одного из самых великих храмов Египта, он вот так вот в сторонке немножко в лувре стоит. Я не оговорился, очень важно отметил вот эту подставу для священной ладьи, потому что божество в египетском храме присутствует как минимум в двух скульптурных образах. Один образ всегда находится в святилище, другой, малый, на ладье, выносится из храма во время крупных религиозных праздников. Такие праздники египтяне назвали хау, воссияние, и считается, что в этот момент как бы двери неба, которым ассоциируется храм, открываются, и благодать вместе с этой ладьей выходит в мир живых, в профанный мир. В лувре есть удивительный совершенно памятник, это ладья с изображением богини Анукет, вот как раз известна нам уже богиня чистой воды, найдена ладья на Элифантине, она была там брошена древними грабителями, они думали, что она золотая, вот если вы внимательно посмотрите на ноги богини, там фрагмент золота есть, и я позволю себе вот такой кадр, золота есть тоже на спине, вот ее когда-то в божественной процессии, во время, когда прибывали воды Нила, выносили из храма Анукет на острове Элифантино, совершенно случайно подобный уникальный деревянный когда-то позолоченный памятник дошел до нашего времени и попал в собрание Лувра. Ну и завершается ось храмовой галереи Лувра вот этим огромным наосом шестого века до новой эры, в нем тоже когда-то в одном из городов Дельты стояла культовая статуя соответствующего божества. Верхушка наоса имитирует форму пирамиды, потому что это тот самый предвечный холм суши пирамидальной формы, бен-бен, как называют египетские тексты, на котором появляется предвечное божество, на котором предвечное божество творит мир. Из храма мы спускаемся с вами в крипты, и здесь из коллекции Драветти совершенно восхитительный памятник. Это саркофаг фараона Рамсеса III, XII век до новой эры. Все пространство саркофага покрыто заупокойными текстами, которые рассказывают о 12 часах ночи, во время которых солнечная ладья со своими спутниками, среди которых и царь, шествует по областям иного мира. Ввиду того, что царь издревле ассоциировался, отождествлялся в Египте с богом Осирисом, с богом первым, победившим смерть, как и Осириса, его хранят две богини, две сестры, две супруги. С одной стороны нефтида, посмотрите, какой красоты крылья, сидит она на знаке, который читается как золото, это для древнего Египта символ нетленности, то есть это нетленный хранитель. И я сначала покажу вам бог, посмотрите, вот она солнечная ладья, которая в трех регистрах шествует и открывает для себя тайные иного пространства в каждой из ночных часов. И здесь я с одной стороны напомню, что вот сейчас буквально через несколько кадров будет образ богини Исиды, который естественно симметрично на противоположной стороне изображен к нефтиде, а с другой стороны грусть знаете в чем? Даже не потому, что вывезли саркофаг, много вещей вывозили, а потому, что порой вещь становилась предметом распри между музеями и какой-то кусок доставался одному музею, а какой-то другому. Вот дно саркофага досталось Лувру, а крышка этого саркофага хранится в Кембридже, в музее Фитцвильям. Я нарушаю все правила приличия, показываю не луврскую вещь, но вы должны просто представить себе, представьте, какая работа. То есть представьте эту крышку на этом саркофаге, в центре огромная фигура Осириса с лицом Рамсеса III, и вновь нефтида слева и Исида справа, так нежно, едва касаясь его за бедра, держат его, защищая его от смерти, даруя ему бессмертие. Еще один кадр, просто чтобы представить еще и монументальность этой работы, она совершенно грандиозная, и мысль о том, что иногда так хочется объединить то, что было изначально целым, хотя вот теперь это Франция и Великобритания. Вернемся на минуту в Лувр и посмотрим на обещанную богиню Исиду, люблю ее безмерно, удивительный абсолютно шедевр, каждая перышко в граните прорезана, посмотрите, какая отстраненная грусть на ее лице великие богини, великие плакальщицы. Знаменитый текст на папирусе Бремнер Ринд рассказывает о том, как во время тайных мистерий в храме, когда почитали возрождающегося, преодолевающего смерть Осириса, он говорит о том, как великие жрицы должны изображать великих сестер. Да будут приведены две женщины, да будут они девственны, да не будет разверзанных лона, да будут они очищены, да будут убраны волосы с тела их, и будут подведены глаза их, и да будут одеты парики на головы их, и напишут имена их на плечах, и одной скажет, о, ты Исида, и скажет другой из них, о, ты Нефтида, и будут они знать наизусть слова этого свитка, и будут они читать и рыдать по этому богу, так как в этом свитке написано, так как рыдали по этому богу Исида, так и рыдала по этому богу Нефтида. Это вводный канон папируса Бремнер Ринд, Потому что вот этот плач по богу, он касался каждого древнего египтянина, потому что он мечтал отождествиться с Осирисом, не только царь, и тем самым победить смерть. Поэтому в погребальной крипте Лувра есть два совершенно удивительных образа. Это первое тысячелетие до новой эры, они довольно поздние. Но вы посмотрите, какой удивительный образ эта богиня Иси. Это один и тот же памятник, немножко разница цветопередача. Что меня здесь интересует? Красивые деревянные вещи. Такие вещи когда-то ставились в изголовье и в изножье у саркофага в гробнице. Здесь есть большой секрет про вечную жизнь. Великая богиня-защитница, верно. Символ, который стоит у нее на голове, показывает, что за божество. Вот этот жест, прикрытый немного лицу, это жест плача. Это плакальщица. Теперь посмотрите на ее лицо, она улыбается, потому что она знает тайну вечной жизни. Она плачет о смерти, как о переходе. Зная, что жизнь бесконечная. Поэтому ритуальный жест плача, но улыбка внутри, потому что она знает истинную суть вещей. Другой ракурс этой же потрясающей вещи. Посмотрите, какой взгляд. Она ждет, когда Исирис проснется. И второй образ богини Нефтиды, которая в этой паре двух сестер, она такая более инертная, она сдержанная, она ждущая активных действий своей сестры. Я приведу некорректное сравнение. Они как мертвая и живая вода в русских сказках. Вот мертвая вода – это Нефтида, а живая вода – это Исида. Более того, в текстах пирамид, в древнейшем египетском религиозном источнике, есть совершенно потрясающая вещь. Из волос богини Нефтиды делают погребальные пелены, которые дают целостность Исирису. Возродит его, безусловно, Исида. Задача души – вылететь и преодолеть полон волос вечно плачущей богини. Вот Голливуд никогда этого не снимет, потому что образность такая невероятная, согласитесь, друзья мои, что здесь остается только завидовать и читать древнегипетские тексты, желательно на языке подлинника, что всем желаю. В этой же крипте царские саркофаги и другие. Это XVI век до новой эры, один из царских саркофагов, деревянный, позолоченный. Священная змея на лбу когда-то, видимо, была из чистого золота. Памятник удивительный, но я просто еще его показываю для того, чтобы показать, какого уровня вещи в Лувре. То есть даже царские саркофаги там есть. Мало какой музей Европы подобными вещами может похвастаться. Ну и, наконец, один из главных памятников Лувра, который тоже выставлен в специальной крипте, это великий круглый зодиак Дендеры. Сначала чуть-чуть расскажу о том, что это такое. Это вещь I века до новой эры. В ней очень разные мистики пытались искать какие-то безумно древние отдаленные даты. Нет, это не так. Сам храм Хадхор-Дендерский целиком был построен на рубеже уже римского владычества в Египте. Его достраивала Клеопатра. Строится он по очень интересной логике. Вот эта центральная часть — это проход в северную часть неба, за которой находится загробный мир. Вот здесь огромная беременная бегемотица. Это созвездие, которое в себе содержит тубант, полярную звезду древнего мира. Была ведь другая полярная звезда в древности. Дальше средний ряд — это, собственно, зодиак, который не египетский по происхождению, который астрологические вещи были принесены из... Это индовавилонская наука. Они были принесены в Египет войсками Александра Македонского. И последний, третий внешний ряд этого круга — это так называемые деканальные созвездия или деканы. Это специфические звезды, по которым египтяне рассчитывали часы ночи в ночное время. Погружаться дальше я в это не буду, на то была лекция по древнеегипетской астрономии. И вот здесь, наверное, один из самых печальных эпизодов египетской взаимоотношений Франции и Египта, потому что, войдя в святилище богини Хадхор в Дендере, вот такой восхитительный храм, очень тонкий, очень изящно прекрасно сохранившийся, поднявшись в верхнее тайное святилище, где был зодиак, французы поняли, что без этого зодиака они жить не могут. Дальше они взорвали порохом крышу этого святилища и вынули каменный зодиак. Вот так выглядит святилище. Крыша восстановлена на месте зодиака гипсовый черный слепок. Он намеренно черный, чтобы показать то пятно, где когда-то был великий памятник. Но и даже при всем уровне вандализма и это не самое страшное, потому что зодиак был цветной. И когда его волокли на корабль, он проломил корабль и упал на дно Нила рядом с берегом. Его вытащили, но упоронили они цветной зодиак, а вытащили, простите, черный-белый, по-другому это назвать нельзя, на зарисовке в описании Египта я специально его вставляю в потолок. Вот какой он был изначально. Французские ученые еще его таким увидели. На секунду обращу ваше внимание, что вообще-то в центре огромное тело богини неба Нуд, великий меридиант, который склоняется над Вселенной, а вот здесь вновь она изображена в профиль и семь рядов неба древнего мира. То есть здесь глубочайший религиозный астрономический символизм. Вот таким он был, вот такой, лишенный вообще пигмента, он выставлен в Лувре, став одним из самых известных памятников этого собрания. Надо отдать должное музею, сам музей к взрыву не имел никакого отношения, он выкупил его у тех людей, которые привезли его в Париж в собрание кабинета медалей, откуда многие египетские памятники позже поступили в Лувр. Вы поднимаетесь из подземных крипт, и дальше перед вами стоят саркофаги. И выставлены они столь необычно, что вы начинаете глядываться в лица, читать этикетки. И на самом деле здесь невольно ты словно разрываешься между другими частями восприятия. Один, который сидит внутри тебя, смотрит на саркофаги и думает, как красиво, какое золочение, какие здесь иероглифы, а другой смотрит в лица, вглядывается в судьбу и читает имена. Потому что в этот момент рядом с тобой проходят веретницы истории. Это же люди, это их жизни. На саркофагах зачастую написаны титулы, какие-то маленькие истории, которые позволяют понять, кем была в жизни, например, вот эта певица, которая когда-то была очень любима Рамсесом Великим и пела в фивах. Звали ее там Мутнефред. Она была столь достойна в своем положении, что не пожалели золота для украшения ее лиц. Не только для того, чтобы показать ее статус, но чтобы обеспечить ей бессмертие. 13 век до новой эры. Смотрим с вами на другую сторону. А тут тоже саркофаги. От самых совершенных до вот этого моего абсолютного любимца. Я считаю, что это хит, Лура. У него такая пародия на египетскую улыбку вечности, знаменитую, что дальше просто и сказать нельзя. Поэтому, конечно, они молодцы, что они его поставили первым. И вот я тоже выберу группу саркофагов знатных дам. Стрелка показывает, где они стоят в экспозиции. Это на самом деле набор саркофагов одной и той же жрицы бога Амона 10 века до новой эры, когда в саркофаг кладется мумия, на мумию кладется накладка, сохраняющая ее внешность, и затем два саркофага, один в другой. Фон, по которому идет декорировка, желтый, потому что желтый в искусстве древнего Египта – это имитация золота, а золото – это бессмертие. Но я специально покажу вам макрофрагмент, чтобы вы поняли, какая это работа. Каждый знак, каждое изображение – это объемная фигура, выполненная по дереву гипсом, расписанная, причем здесь море символов. Я не буду сейчас погружаться, я только напомню, что в центре скоробей восходящего солнца по двум сторонам сидит бог Осирис, и хор в виде божественного сокола приносит ему возрождение. И здесь, в этих сложных, мировоззренческих, безумно красивых ребусов, смысловое значение превалирует над реальным миром. Вы когда-нибудь, друзья мои, зеленое солнце видели? Обратили внимание сейчас на центральный солнечный диск? Зеленый – это цвет вечной жизни. Он катит новый день, это новая жизнь. И здесь символический цвет преобладает над естественным красным цветом великого светила. Ну и один из очень красивых саркофагов, кстати, из Египта его привез сам Шампальон, это саркофаг вельможи Джетхора 4 век до новой эры. Великая мать неба держит на руках солнце. Она невероятно хороша, рядом с упокойной молитвой, которые должны обеспечить вельможи Джетхору вечную жизнь. А теперь на одну секундочку включим фантазию, потому что очень часто заглядывая в зал музея, мы смотрим с вами на объект как на произведение искусства. Только забывай бы символическую роль. Это дно крышки. Если ее правильно положить сверху на саркофаг, это то лицо, которое вот так смотрит на мумию, и она как небесный меридиан хочет укрыть своими руками ту мумию, которая лежит в саркофаге. Она на самом деле не вертикально была предназначена вот так экспонироваться изначально. Это то, что находится над мумией, и мумия в этот момент становится подобием Осириса, ее сына. Великая мумия Лувра, она поздняя, первый век до новой эры. Я уже показывал вам кадр целиком в самом начале. Знаете, на мой взгляд, вот она страшнее распеленутых мумий, потому что вот это геометрически запеленутое лицо, не имеющее ни глаз, ни бровей, ни ноздри, ни рта, но под ним угадывается вот эта скульптура человеческого лица. Она совершенно поразительная, но при этом корректность нераспеленутых выставленных останков, она здесь французами блестяще соблюдена. Ну и рядом с мумией, я не буду этому уделять особое внимание, там и сосуды для внутренностей, и ножи, и даже специальное устройство, которым при бальзамировании в ноздри заливали масло и смолу. Там полностью весь ритуальный инвентарь бальзамировщика представлен. И, конечно, понятно, дети очень любят, дети всегда любят мумии, и дети всегда толпятся около мумии Лувра. Это один из очень популярных экспонатов. Ряды, ритрин, ряды полок, посвященные заупокойным статуэткам, магическим предметам. Это ушепти, ответчики, слуги за душу умершего в ином мире. Там их тысячи. Это просто армия слуг загробного мира из самых разных эпох, гробниц. Это рубеж 11-10 века до новой эры. Блистательный чехенет, великолепный синий египетский фаянс. Друзья мои, это галерея книги мертвых. То есть, не один жалкий папирус, простите за это слово, выставленный где-то, а галерея. И там представлены лучшие свитки 15-14, 13-12 веков до новой эры. Я покажу только один знаменитый фрагмент. Это фрагмент книги мертвых. Это папирус Непкед. Он был царским песцом, этот человек, 14 век до новой эры. А аналога этой сцене нет. Я поэтому на секунду остановлюсь. Вот там сверху гробница. Простите меня, вторая половина зала, я вас тоже очень люблю. Я буду описывать словами, а не показывать указкой. Итак, сверху гробница, перед ней стоит черная мумия, жрец со шкурой леопарда делает ритуал отверзания уст и очей, запуская жизненные циклы в мумии. Дальше вход в гробницу, над этим входом иероглиф именет, иероглиф запад. Изображена погребальная шахта, и внизу этой шахты птица с человеческой головой, душа, летит внутрь подземелья этой гробницы. В самом подземелье много саркофагов, каких-то вещей, то есть здесь само погребение, и дальше из этого подземелья в иной мир, для которого не нужна шахта, сущность вельможи Непкеда выходит на восток, на рассвет дня, к бессмертию. Потому что я напомню, что вообще-то книга мертвых, это калькас арабского китабальмаид, книга мертвого человека, а в Древнем Египте это речение эрну, перет, эмхеру, речение выхода души в свет дня. Смысл абсолютно обратный. Это сказка не о мертвом человеке, это легенда о бессмертии. И путеводитель, который ведет душу умершего через загробный мир, и если она будет оправдана, то она вернется к своей мумии, прошепчет слово оправдание, и в этот момент сущность разложится на девять составляющих, и то, что к богам, к богам, то, что в землю, в землю, то, что в память человеческую, как имя, то в память человеческую. Древний египтянин на всех свитках делает магические посылы. Мы еще, вот представьте, что мы живем в то время, когда для вдовы Непкеда делают по заказу этот свиток. Мы еще не знаем его посмертную судьбу, но душу уже изобразили, возвращающуюся к собственному телу, чтобы прошитать, что он оправдан. Это магический посыл об оправдании для души этого человека. Удивительная совершенно одна из многочисленных виньеток папируса Непкед 14 век до новой эры Лувр. И вот теперь, пройдя первый этаж, поверьте мне, я не буду вас очень долго мучить, все вполне соразмерно, и вдохновившись вот этим невероятным миром, вселенной древнего египтянина, в которой вы теперь знаете все от стула до того, как возвращается душа, вы поднимаетесь на второй этаж и начинаете смотреть блестящие шедевры древнеегипетского искусства, построенные по хронологическому порядку, так, как завещал Жан-Франсуа Шампальон. Я буквально точками буду вам показывать основные вещи, естественно, но это сделать необходимо. Четвертое тысячелетие до новой эры культура Накада-1 на культуру Накада-2 Египет до фараонов, но на этих сосудах, которые крались в древнейшие египетские погребения, уже ладьи, плывущие по Нилу, уже горы, уже храмовые наусы, вот такие на ладье для каких-то божеств, нильская природа, все это здесь уже есть. Палетки делались из мягкого сланца, из груваки, и в центральных вот этих окружностях в каждой такой палетке растирался зеленый пигмент для окрашивания глаз вождя во время ритуала, либо для окрашивания глаз мумии. Это становление египетского государства. Здесь, с одной стороны, верхняя палетка, это палетка битвы, вот там шакалы готовятся терзать мертвые тела на поле битвы. Это страна, которая объединяется из 42 государств в Верхний и Нижний Египет. А здесь фрагмент второй палетки, так называемая палетка быка, это на самом деле образ царя. В египетском искусстве бык очень часто ассоциируется с царем, и бык топчет поверженного пленника, и разные провинции, штандарты, руками хватают за веревку, к которой, скорее всего, приведены другие пленные. Первое понимание египтян того, что ими должно остаться в вечности. Из раскопок Лувра в Абидосе происходит эта стела одного из царей первой династии. Это 30 век до новой эры. Вдумайтесь в эту цифру. На заупокойной стеле царя изображен так называемый Серех, фасад царского дворца. На нем сидит золотой сокол Хор, родоначальник царской власти в Египте, а над, между соколом и фасадом иероглиф змея Джет. Это имя одного из царей первой династии. Нужно было у могилы, у тела, у гробницы запечатлеть имя и статус. Кто погребен, как его зовут, потому что пока имя повторяемо живущими поколениями, сущность этого человека жива. И вот это внимание к имени и породило в Египте такую фантастическую культурную память. В свое время великая милица Матье, русский египтолог английского происхождения, который хранил Египет в Эрмитаже в 20 веке, она писала совершенно справедливо, что от древнего Египта мы знаем имен художников больше, чем от всего остального мира античности. Больше ста имен. Причем в связи с конкретными творениями. Это совершенно поразительно, это напоминает по степени мира ощущений эпоху возрождения. Но так, тем не менее, это был древний Египет и эпоха пирамид. Первые примеры трехмерной скульптуры парные статуи вельможи Сепа и его жены Несса. На самом деле не просто статуи, изображающие этих людей, но статуи для их Ка, для их жизненной силы, которая должна вместиться в изображение, которое стоит в гробнице. И через это изображение принимать жертвоприношение. Особенно важным статуя была в том случае, если мумия уничтожена, она как бы замещает собой тело внутри гробницы. И если мы посмотрим внимательно на статуи Сепа и Несса, вы видите зеленую краску на их глазах? А вот теперь еще на одну секундочку остановимся в этой феерии вещей Лура и задумаемся об одной вещи. В ритуале оживления статуй, для того, чтобы они вмещали себя в душу этих умерших, эти глаза покрасили этой зеленой краской в 28 веке до новой эры. И климат Египта, и то, что это минеральные краски, и статуи с гробницей в пустыне, вот они это все сохраняют. И эта цифра не вмещается абсолютно в человеческом сознании, но она такова. Это следы вот этого ритуала оживления, который дошел до нас от эпохи пирамид. Изящество эпохи пирамид. Это тоже совершенно удивительный знаменитый памятник Лувра, он во всех каталогах есть. Это великая царская дочь Нефред и Аббет. Вот, собственно, то, что царская дочь и имя ее здесь написано, Нефред и Аббет, прекрасный восток, то есть прекрасный восток, как место, где восходит солнце. Она имеет титул Семет, жрица за упокойного культа, поэтому у нее такое, ну, высшее абсолютно фэшн, великолепное платье в виде имитированной леопардовой шкуры, на одно плечо, все невероятно красиво, перед ней жертвенник с приношениями, это, конечно же, вещь из ее гробницы, ну, учитывая, что она была родственницей самого Хуфу, того самого Хеопса, который построил Великую пирамиду, это дает даме определенный дополнительный колорит, но немножко указывает на ее возраст, потому что это 27 век до новой эры. Статуи чиновников и великих визиров, статуи песцов и провинциальных администраторов, целый мир эпохи пирамид заключен здесь, каждая статуя подписана, за каждой статуей стоит имя, судьба и история. Один из самых удивительных памятников Лувра, эпохи великих пирамид, это выполнение из кварцита голова царя Джедефра, это старший сын Хеопса, старший сын Хуфу. Лувр получил эту вещь благодаря тому, что музей многие годы вел раскопки и вкладывал огромные деньги в раскопки пирамиды Джедефра, это самая северная пирамида Египта, это север Негиза, это местечко Абу-Руаш, и вот эта голова, она была получена музеем, памятник совершенно фантастический, благодаря одной особенности, которая никогда не передаст фотография. Он из кварцита, он искрится. Это невозможно поймать, поверьте, у меня кадров 80 этой головы, я все пытался поймать искру, но когда вы ходите вокруг него, он искрится, как будто в нем такие осколки звездного неба, он совершенно фантастически выполнен, ну и плюс сам кварцит древние египтяне как бы резервировали в основном для царских изображений, потому что называли его биат, превосходный камень и считали его многоточие застывшими солнечными лучами. Поэтому вот такой исключительный материал для царских статуй. Следующая эпоха, среднее царство, эпоха восхитительных скульптурных портретов и тех царей, которые не боялись быть изображенными такими, какими они на самом деле были. Я сейчас покажу один блестящий пример. Это царь Сунаусер III, это XIX век до Новой Эры. Вы чувствуете, как мы по векам донесемся? 27-й, 19-й, да? Это каноническая храмовая статуя царя. Великолепный памятник, грана Диорит. Он молодой, несмотря на все повреждения, могущественный царь, огромные уши для того, чтобы он слышал молитвы. Уши здесь для ритуала, а ни в коем случае не его портретная черта. А дальше, учитывая, что это эпоха расцвета придворной школы скульптурного портрета, я вам покажу его же статую, которая стоит рядом, которая была сделана скульптором иного уровня. Фантастика. Это одна из очень редких эпох в Древней Египте, когда вот подобное отношение к царю было возможно. Посмотрите, какие мешки-то по глазами, какие губы, какое опухшее лицо. Вот он такой, но с точки зрения ритуала это сходство для него важно, потому что душа его узнает. Ика вместится в статую лучше. И вот эти фантастические памятники эпохи Среднего Царства, эпохи 12-й династии, и это гордость любого музея, потому что это показатель того, что не, как это в скучных книжках пишут, древнеегипетский мастер следовал канон изобразительным искусством, согласно которым он изображал царя безвозрастных. Дальше все, вы сами все читали. Вот. Царь с возрастом, с сложной жизнью, с вредными привычками, которые явно на лице, и так далее. Живой, простой человек, на которого надет царский головной убор. И здесь, конечно, вот шок, люди останавливаются, когда смотрят на эти памятники, они поразительны. Его сын Амин-Имхет III, тоже удивительные портретные изображения, одна из его статуй. Ну и не все же, не только-то о царях говорить, эпоха Среднего Царства, это великое изящество, посмотрите, какая роскошная дама. Дама, которая несет дары в храм, она выполнена из дерева, покрыта тонким слоем штука. Штук — это просеянный гипс, который используется как грунт для тончайших росписей. Какая поза, какой у нее силуэт, я специально показываю крупную форму и обременно вот эту изысканную длинную пропорцию, несущая дары. Это один из шедевров, Лувра, один из самых знаменитых памятников Египта, эпохи Среднего Царства, 19-18 века до новой эры. Это пространство, по которому мы вот так вот несемся просто стрелой, не замечая ничего, чтобы вы у меня сегодня не умерли в зале, оно на самом деле наполнено историями частных лиц. И я покажу одну стелу, потому что я обещал это показать. Это стела жреца Аминисенеба, у которого были не только любимые собаки, но и любимые бабуины, которых он в ошейниках держит вот здесь за поводки. И представьте себе, насколько он любил этих животных, что он попросил, чтобы его заупокойную стелу, дорогую стелу, выполнили с изображениями его любимых обезьян, его любимых собак. Вот любил человек, животных, и это осталось с 18 века до новой эры, до наших дней вот таким удивительным каменным свидетельством. Следующая эпоха истории Египта, это Новое Царство, это блистательный взлет, Египетская империя и правление многих великих египетских царей. В Лувре хранится памятник, на самом деле стоит он на первом этаже, но я не могу его не показать здесь в этой истории. Это зал царских анналов. Это комната из Карнакского храма, где были по очереди упомянуты в хронологической последовательности все великие египетские цари. 1843 год, и вывезен он был великолепным, он чудесный был художник, приз-давен, очень любил Египет. В записках приз-давена есть совершенно замечательная история. Плывет лодка, дахабия, большой корабль, парусный и веселый одновременно, вниз по Нилу из Луксора в Каир. На ней сидит приз-давен на ящиках. Напротив плывет другая дахабия. Там сидит сэр Бадж, попечитель британского музея и очень крупный востоковед. И сэр Бадж говорит о том, как он, всячески, минуя все охранные пункты Египта, которые стоят на реке, и боясь безумной жены Гребо, француза, который тогда был главой службы древности, который все контролировало дела подобного рода в Египте, он сейчас приплывет в Карнак для того, чтобы распилить царские анналы Тутмоса III и вывезти их в британский музей. Удачи, говорит ему приздавен, который сидит на ящиках, внутри которых уже распиленный зал царских анналов из Карнака. Дальше, как он встречает третью дахабию, на которой плывет Эжен Гребо, и он говорит Гребо, что вы плывите быстрее, потому что там Бадж из британского музея, который хочет распилить царские анналы. На что Гребо жмет ему руку, благодарит, усиливает скорость своего корабля, а дальше, вы видите, в Лувре собранную из кусков, знаменитую, может быть, не такую привлекательную визуально, но безумно ценную с точки зрения исторической информации и науки хронику последовательных правлений величайших царей Египта. Ну и, конечно, в эпоху этого правителя Тутмоса III, который завевал 367 иностранных городов, это такой египетский Наполеон, в Лувре есть одна вещь, мимо которой пройти невозможно, это золотая чаша генерала Джхути, которую он получил за победы на войне лично из рук Тутмоса III, за одну очень важную вещь. Город был такой, назывался он Юпа, и взять его было невозможно, потому что крепость стояла высоко на скале. И тогда умный полководец Джхути, это реально исторический факт, написал письмо правителю Юпы и сказал, поган этот царь Менхипера, то есть Тутмос III, не хочу больше с ним быть, возьми меня к себе, буду твоим военачальником. Царь Юпы почитал письмо и сказал, ну если ты вот мне привезешь золотую балаву царя, которая у тебя сейчас есть, потому что ты его заместитель на войне, и отдашь мне все имущество египетского войска, я тебя возьму. Жадность сгубила, потому что в этот момент в открытые ворота Юпы внесли огромные плетеные корзины, перед которыми шовый начальник Чхути с золотой булавой. В тот момент, когда он стукнул этой булавой по обу жадного правителя Юпы, из этих корзин вместо провизии вылезли египетские воины. История с троянским конем это украденная история из древнего Египта. В обмен на взятие Юпы, на месте которой ныне стоит Яффа, вы прекрасно догадались, Чхути получил золотую чашу для испивания вина, из рук самого его величества Менхиперры, Тутмоса Третьего. Удивительный исторический памятник 15 век до новой эры. Еще сто лет Египет благодаря завоеваниям и всем этим присоединениям земель становится невероятно богатым. И при Аминхотепе Третьем, которым мы с вами помним за счет петербургских сфинксов, колоннат, храма в Луксоре, появляется в истории Египта уникальная женщина. Звали ее Тея, это любимая жена Аминхотепа Третьего. И это удивительный памятник, на самом деле фрагмент памятника. Был изображен большой Аминхотеп Третий, видите, от него рука осталась, который рядом держал царицу. Памятник выполнен из очень мягкого камня, стеатита, и как фаянсовые обычные вещи, покрыт глазурью. Вы посмотрите на великую супругу царскую. На ней корона шути, это два стилизованных соколиных пера, которые символизируют собой холмы горизонта, меж которых восходит солнце. Они стоят на короне Модиус, который говорит о том, что она живая богиня. На ней из сине-черной обычно парик, поверх которого вы видите крылья священного грифа. Это уборный ру, ужасающий, потому что гнев царицы абсолютно ужасен. На ее лбу не просто традиционный урей, священная змея, а змея и два грифа в знак того, что она царица цариц. У нее роскошное одеяние, которое имитирует золотыми накладками перья священных крыльев богинь. И в руках у нее золотой скипетр Хетес, который говорит о том, что власть ее как царицы непререкаема. Когда к власти пришел ее сын и стал переписываться с одним правителем из тогдашней Сирии, ему в ответ дипломатической переписке письмо дошло. Сказали, а если ты не ведаешь об этом, спроси маму свою царицы Тея, ибо ничего нет в стране твоей, такого, чего бы не знала твоя мать. А притча мудрости политической игры дипломатии на древнем Ближнем Востоке, которая была женой Менхотепа III, которая в свою очередь была абсолютно блистательным фараоном солнца, которым недаром так, ну в общем-то вольно французы сравнивают, конечно же, с Людовиком XIV по степени рафинированности двора. Судьба самого Менхотепа III в Лувре засвидетельствована печально. Еще в кабинет медалей задолго до Лувра поступили портреты царя, вырезанные ножом из росписи на стене его гробницы. Вот эти портреты, фоном вам сейчас становится в этом кадре долина царей, великий царский некрополь, и вот вы видите белые квадраты, это те места, откуда вырезали царские портреты, причем самое страшное, что когда вырезали, многие портреты просто рассыпались, где-то же роспись, и вы видите левый портрет, он просто буквально собран из кусков. Какой-то неизвестный французский турист XIX века, сделав это, потом понял, что портреты ему не нужны, бесплатно их отдал в кабинет медалей, кабинет медалей отдал их в Лувр. Эпоха сына Аминхотепа III царицы Тея, знаменитого Эхнатона, религиозного реформатора, поэта, царя невероятной жестокости и одновременно невероятного полета души, который породил невероятное изящество искусства, с ним все через слово невероятный, приходится говорить, представлено в Лувре очень непростыми памятниками. Во-первых, сам бюст Эхнатона, вы понимаете, что его супругу, знаменитую красавицу Нефертити, вы все прекрасно знаете и любите, сам бюст, изображающий его очень тонко и рафинированно, когда-то был расписной, посмотрите на ухо, там сохранились фрагменты росписи, Эхнатона и Нефертити, скульптурная чета из дома частного лица, здесь нет великого царя и нет великой царицы, такие немножко в развалочку, немножко с такими простыми лицами делал, но не старший придворный скульптор, ну извините, не все могли себе позволить, но очень живые, солнечный царь, который отказался от традиционных культов богов-предков и великая Нефер Неферуатон Нефертити, прекрасная красотами солнечного диска красавица пришла, доживет, вот она, Ангтия, обязательно подписывается к концу титула царицы, какой она была, можно спорить, но вот это, между прочим, часть ее статуи, это африканский канон красоты, с очень тонкой талией, очень широкими бедрами, но меня здесь интересует другое, задолго до Фидия переданы складки, только не в мраморе, а в граните, это гранит, друзья мои, и прошу прощения, не гранит, это кварцит, это кварцит, еще хуже, чем гранит, вы посмотрите, как передан узел плессированного одеяния у нее под грудью, как тонко показана через плессированную полупрозрачную ткань тела этой молодой женщины, даже форма пупка, совершенно невероятно, здесь передано, это произведение полно внутреннего эротизма, и это кварцит, и это совсем далеко до Фидия, это 14 век до новой эры, совсем невозможное для Египта искусство, в эпоху Амарны Эхнатон и Нефертити и их мастера отказываются от очень многих элементов традиционного канона египетского искусства, и мы впервые можем с вами заглянуть в царские покои, такого, наверное, не видели многие, сидит на троне Эхнатон, у него на коленях сидит Нефертити, болтает ногами, и у них там еще дочка, у них было шесть дочерей, вы никогда ни до, ни после не увидите египетского царя с любимой женой на коленях в момент вот такой совершенно невероятной семейной интимности, безумно жалко, что верхняя часть стелы не найдена, может быть, когда-то при каких-то раскопках в их столице, в Ахет-Атоне верхний фрагмент найдется, но даже этого фрагмента достаточно. Изображение царских дочерей, у них было шесть дочерей, это была главная проблема Нефертити, она не могла родить сына наследника, только дочери, в итоге сына родила Ахет-Атона, другая женщина, но здесь вот эти роскошные дочери, они совсем маленькие, у них бритые головы, а какие серьги, менделевидные глаза, тонкие губы, вот эта невероятная рафинированность, причем эта рафинированность могла быть передана вот в таком памятнике, в рельефе, а вот скульптура. Совершенно фантастический памятник, это дочь Ахет-Атона и Нефертити, одна из дочерей, сложнее, сложно сказать, кто по имени, потому что они очень похожи друг на друга, расписной памятник, а теперь посмотрите на удивительный секрет амарских мастеров, у нее полуоткрытые губы, она как будто вдыхает в этот момент, у Нефертити так же, у них на самом деле у всех вот этих потрясающих, наполненных жизненных скульптур, чуть-чуть приоткрытые губы, которые дают ему вот эту невероятную жизненность, и еще один памятник, он маленький, скромный, но я его очень-очень люблю, это крошечный кусочек слоновой кости, на котором изображена царевна, которая в дворцовом саду собирает виноград для своих родителей, у нее в одной руке цветы водяных лилий, вот тут она рвет эту гроздь, тонкие ножки, плессированное одеяние, паричок девочки с локоном, на один таким изогнутым, очень красивым локон на одну сторону, тоже вот такая полная интимности сцена, и, конечно, именно этим так славно и знаменито амарнское искусство. Ну и еще один царский памятник, я не могу его не показать, это желтая яшма, это фантастически сложный материал, вы должны понимать, что нижняя часть памятника отреставрирована, там видна грань, изначально была скульптурная группа, у него на плече есть женская рука, то есть они сидели вместе, и она его обнимала. Ну, судя по всему, их на тон, есть разные интерпретации, но тоже посмотрите, как по прочнейшей желтой яшме сделаны губы, носогубные складки, это один из величайших скульптурных портретов в истории искусства древнего мира, и все это лувр, то есть просто памятник на памятнике, и это при том, что лувр всегда безумно переживал, что у них не такое собрание амарнского искусства, как в Берлине, где стояла Нефертити в синем парике, и лувр судорожно скупал амарнское искусство за любые деньги, особенно в 20-30-е годы, и это порой приводило его к беде, я буквально через пару минут об этом вам скажу, но перед этим главный памятник. Лувр силен не только памятниками, прежде всего, не памятниками, а людьми. Шампальон, Этиен Дриатон, Гемет Андрю, я могу долго перечислять имена великих искусствоведов, хранителей лувра, там великие, там имена просто один другого лучше, но среди них была грандиозная, гениальная, потрясающая женщина, о которой я люблю рассказывать. Звали ее Кристиана Дрошь, чтобы вы понимали, дважды кавалер Ордена Почетного Легиона Франции, дважды, генеральный хранитель всех египетских коллекций музеев Франции, человек, который в свое время взял, ну, наверное, очень жестко египетского министра культуры Сарвата Акашу и заставил подать его прошение в ЮНЕСКО о нубийской компании храмы «Нубии спасены благодаря Дрошь». И она писала безумно жесткое письмо о советской лампочке, которая губит храмы. Там вот именно такая формулировка «Храмы спасены благодаря ей». И когда в нубийской компании ЮНЕСКО величайшие страны Европы и Америка спасли, безусловно, очень важные памятники и в ответ потребовали в подарок целые храмы, Дендур, музей Метрополитен, Добот, Мадрид, Тафех, Ляйден, Эл-Алисия, Турин, ворота храма Калапши, Берлин. Дрошь горячо осутила это и сказала, что не гоже вывозить храм с египетской земли. И она, как основатель компании ЮНЕСКО, она имела право первого выбора, сказала нет. После этого египетский музей в Каире открыл по верени подвал и искал любой памятник. Любой памятник из фондов. И она выбрала памятник, который есть аналоги только в Каире. Это потрясающий Бюст Эхнатона. Это часть огромного колосса из храма бога Атона в Карнаке. Я думаю, что вот этот импрессионизм описывать просто бессмысленно надо смотреть. Мы знаем автора, скульптор Бак, ученик, которого скульптор Тутмас создал ту самую Нефертити в синем парике, а учитель, которого Мен сделал петербургских скинксов. То есть мы знаем всю плеяду, они все почитали друг друга, как буквально они не родственники друг друга, а не отцы и ученики с точки зрения преемственности в труде. Ну и, конечно, вот эту женщину я не могу не показать. Это дрожь в свои лучшие годы. Это первая женщина, которая добилась права копать в Египте самостоятельно. Ее называли Кибер Мудира, великая начальница. Ее слушали все египетские рабочие. Это был абсолютно беспрецедентный случай. Ну и я покажу еще одну легендарную абсолютно фотографию. Это 1976 год. Тутанхамон в Париже. Это золотая маска из Каирского музея. Ну и дальше в центре Андре Мальро, тогдашний министр культуры Франции, великий искусствовед, великий музейщик. Сама Де Рожь, которая абсолютно удовлетворенная и довольная, смотрит на маску Тутанхамона. И вот там так скромненько-скромненько стоит тот самый Сарват Окаши, которого притащили в ЮНЕСКО и заставили с египетской стороны потребовать начала нубийской кампании по спасению памятников. 97 лет жизни. Она прошла 97 лет. Больше 50 монографий и колоссальный совершенно вклад вплоть до того, что она перевезла в Лувр мумию Рамсеса II из Каирского музея, когда тот стал разлагаться. Мумия взлетела на военном самолете. Для того, чтобы это сделать, эта женщина умудрилась поймать в коридоре и схватить за пиджак Валерий Жескар-де-Стена, президента Франции. Валерий Жескар-де-Стен обратился к Анвару Садату. Садат выпустил царскую мумию, хотя Египет был против. Она проехала по Парижу рядом с площадью Согласия, потому что там стоит обелиск из Лусорского храма, который Рамсес II поставил. А дальше, после посещения Лувра, она отдала мумию в институт человека, где он был законсервирован и спасен от грибков и плесеней. Когда мумия отправлялась с военного аэродрома обратно в Каир, она вместе с супругом положила поверх стеклянного саркофага огромное полотно, темно-синего, бархатное полотно было, темно-синего цвета с золотыми геральдическими лилиями Верхнего Египта, которые в подарок Рамсесу вышли в мастерские Лувра. Вот эта женщина совершенно грандиозных поступков. И когда... Это еще маленький ремарк, маленькая деталь, потому что без этого Лувр невозможен. Это слишком большое имя. Когда у Валерии Жискар-Дестена спросили, почему Франция вложила такие деньги в один из нубийских храмов, цветной храм 15 века, Амада, его нельзя было разбирать, чтобы не повредить цвет. Его перетаскивали по рельсам, по рельсам на колесах, которые подводили под блоки. Усмехнувшись на пресс-конференции, показав пальцем на Кристиану Дрошну-Блекуру, Валерий Жискар-Дестен сказал, что меня поймала вот эта женщина. До этого, для того, чтобы на это были выделены деньги, она умудрилась на приеме схватить за пижак Джарля Дегуля. Легенда, абсолютная легенда Лувра, легенда Франции, человек, который сделал для египтологии больше, наверное, многих тысяч египтологов. Вот поэтому, если вас интересует, есть потрясающие ее мемуары. Они, конечно, на французском называются «Су-ле-регар-де-де-ю», «Под взглядом богов», где я написал все про всех. И мемуары написают, мне уже не страшно писать, начинаются они с этой прекрасной фразы, потому что ей было 94 года. Мы буквально немножко еще потратим с вами времени для того, чтобы посмотреть блестящие памятники эпохи преемников Эхнатона. Это огромная статуя бога Амона, которая держит перед собой маленькую фигурку Тутанхамона. Тутанхамон был сыном Эхнатона и его родной сестры из-за того, что Нефертити не могла родить сына-наследника. Головы царской статуи нет, но посмотрите не только на лицо бога Амона, а на саму фигурку царя. Он же был мальчик, он был 9 лет. И вот этот плотненький животик, такое детское телосложение, на которое надета царская церемониальная одежда в Грана Диорите мастерам передано совершенно невероятно. А вот эта история Лувру стоила больших денег. В панике, конкурируя с Берлинским музеем, Лувр стал скупать все, что связано с эпохой Амарны. И в какой-то момент ему предлагают голубую голову. В общем-то, не бывает таких париков в древнеегипетском искусстве. И много здесь тонких моментов, но жадность села свое. Хотелось потрясающий необычный Амарский памятник. Эта вещь многие десятилетия украшала лучшие постеры и открытки Лувра. Более того, Лувр еще в 1995 году дал ее на обложку генеральной истории Древнего Египта, которую сдала Сарбонна. И книжку переиздавали в тот момент, когда выяснилось, что это фальшивка, выполненная в 20-е годы из ртутного стекла. Более того, нашли в человека, который ее сделал. У него была вторая такая голова. Он сделал на заказ дилера, который хотел, извините за такую грубую формулировку, поставить на деньги Лувр. Действительно, это произошло. Лувр заплатил феерические деньги для того, чтобы потом с позором снять фальшивку из своих Амарских залов и убрать ее в хранилище. И второй памятник, который был еще более знаменит, чем эта голова, про которую три статьи написал Мальро. О том, как она хороша, это знаменитая голова Арфы, которую выдавали за портрет Нефертити, хотя прекрасно видно, что это не она. Памятник будет чрезвычайно популярный. Несколько кураторов написали, что не египетские глаза. Да, разрез глаз не египетский. Дальше был сделан технологический анализ. Эта вещь сделана в 20 веке из дерева, которому 300 лет, и это эндемик Суматры. И старое дерево на первых анализах, которые были не такие, точно и показывало очень старое, очень древнее дерево. И поэтому глава Арфы стала второй великой подделкой Лувра, которую срочно убрали в подвал и больше никогда не достают. Более того, поверьте мне, вы очень долго будете искать эти вещи в интернете, потому что Лувр проплачивал, чтобы вещи ушли из ассоциирующихся поисков. Это очень редкие кадры, и дворцовые тайны тоже, конечно, надо выдавать. Вернемся к подлинникам. Из гробницы военачальника Харемхеба, который был крупным политическим деятелем эпохи Татанхамона, вот этот рельеф. Посмотрите, народы, расы, почитающие правителя. Здесь два сирийца, здесь африканцы, здесь ливийцы. Совершенно невероятное искусство эпохи Татанхамона, потому что в нем сочетался амарнский реализм и вот та пластичная мягкость, которым в этот момент пришло египетское искусство. Еще один фрагмент этого времени. Погребальный плач. Посмотрите на их руки. Они просто как зигзаги изгибаются в попытках дотянуться до неба. Это плач, это позы, когда женщины-плакальщицы буквально бьются об землю. Невероятный совершенный памятник 14 века до новой эры, эпоха Татанхамона. И еще один, мимо которого я не могу пройти. Это генерал Аменмес и его жена Депет. Рельеф происходит из гробницы их сына, тоже крупного военачальника, которого звали именно Минет. Посмотрите, какие цвета. Бледно-зеленый латук, розовые цветы, темно-синий, несмотря на отцвета, так на ее парик. Посмотрите, какая пластика ее улыбки. Совершенно невероятные шедевры. Вот это именно искусство постамарное, искусство эпохи Татанхамона и его преемников. Короткий миг девяти лет правлений Татанхамона. Какие фантастические произведения искусства. На смену приходит завершающее новое царство эпохи Ромесидов. И здесь Лувр может гордиться грандиозным памятником с очень непростой историей. Это великий рельеф с изображением царя Сети I, предстоящим перед богиней Хатхор. Лично Шампальон пилой выпиливала его из гробницы Сети I в долине царей. Более того, когда Шампальон умер в 1832 году, памятник не успели смонтировать, и ту вещь, которой Лувр сейчас гордится, она валялась разбитая на куски в подвале в грязи. Об этом в ужасе писал Эммануэль Дюгуже, еще один великий искусствовед-египтолог, который через спустя несколько лет пришел к власти к Лувре, и который стал сопоставлять части этой потрясающей работы. Она стоит в Лувре напротив окна, перпендикулярно, ее практически невозможно нормально снять. Я сначала покажу вам общий кадр, чтобы вы себе представили, о чем идет речь. Тончайшая скульптурная расписанная работа богини Хатхор, великая владычица любви, золотая богиня бессмертия. Она протягивает умершему царю Сети свое ритуальное ожерелье Мена, состоящее из пирюзовых бусин, сотрясая, которое она вызывает жизнь. Он нежно касается его пальцами, потому что это прикосновение к жизни, и победа над смертью. На ней, на самом деле, все ее одеяние выписано священными символами, гигантский, многорядовый и синий-черный и золотой парик. А дальше, для того, чтобы вас больше не мучить и объяснить некоторые вещи без слов, я покажу вам официальный кадр Лувра, который снят без стекла. Фантастика. Это один из самых знаменитых шедевров этого музея. Причем, если вы посмотрите на голову богини, помимо серег в виде змей, у нее, видите, налобная повязка поверх парика, и там многократно выписано слово на ихех «бесконечность». Не бесконечность, бесконечность, бесконечность. Ну и профиль руки царя тоже совершенно фантастический. В калерее гробницы с двух сторон было два симметричных рельефа, которые изображали царя перед богиней. И один шампальон вырезал для Лувра, а второй, его друг Ипполитто Розеллини, вырезал для Италии. И сегодня он хранится в археологическом музее Флоренции. Порой и совсем печальные истории были. Мы не знаем имя этого человека, но однажды он пришел в Карнакский храм и увидел лежащую в кусках разбитую при землетрясении статую. Статуя показалась ему тяжелой. Он взял какой-то массивный металлический предмет и отбил лицо. Потом, спустя много поколений, это лицо попало в Лувр. То, что вы видите справа, это египетский музей в Каире. Несколько лет тому назад выдающийся исследователь египетского искусства госпожа Хурик Сарузиан собрала скульптурную группу, там слепок. Лицо — это слепок оригинала, который находится в Лувре. И дальше вы видите, сколько, какая часть памятника была потеряна, когда из него просто вырубали киркой лицо. Вот такие вещи в музейном собирательстве Европы 19 века тоже были. А на самом деле это бог Омон, не сохранившийся рядом с ним фигура богини Мут и маленький царь Сейцы Первый, который, как их земной сын, должен был стоять рядом. Еще про одного блистательного маленького ребенка. Это замечательная стела с изображением Рамсеса Второго. Он сидит, как солнечный младенец на подушке. Но и здесь тоже символизм, потому что подушка имеет форму иероглифа «хет». Это горизонт. И его круглая попа и сам он здесь ассоциируется с солнечным диском. Он как солнечный младенец, как юный демюрк рождается на горизонте. На нем диадема высшей власти, сэшед, локон, выписаны его имена. Юное, молодое, совершенно очаровательное и так равинированное исполненное солнце, в образе которого сбрежет Рамсеса Второго. Вы уже поняли, что в Лувре много вещей, связанных с Рамсесом. Я покажу только два. Вот эту стелу и совершенно удивительное золотое кольцо. Если вы знаете историю Рамсеса, то в двух словах я расскажу один маленький эпизод. Он воевал с хетским царством, который был главным политическим противником Египта в то время. Это нынешняя Южная Турция. Главная битва была около города Кадеша и обманутый неверными сведениями разведчиков и ложным доносом, Рамсес, думая, что отошли от города войска хетского царя, который испугался, бросился на амбразуру, пытаясь быстро победить. В этот момент его окружили хетские войска, которые на самом деле никуда не уходили. Его обманули. Дальше знаменитая поэма Пентаура, писец Пентаур, написавший эпическую поэму про Кадешскую битву, она говорит о том, что в какой-то момент благодаря личной гвардии Рамсес стал прорываться и что сам бог Амон стал как возничий за его спиной. Понятно, что царская поэма, что здесь, конечно, боги присутствуют, но помимо, возможно, бога Амона, точно личной гвардии, его вытащили два коня, Муд довольная и Нуру счастливый, которые после этого пожизненно в золотых стоилах кушли лучший овес верхнего и нижнего Египта и кольцо, которое носил Рамсес, сохранило двух лошадей, которые спасли его от реальной смерти еще совсем-совсем молодого. Это был пятый год его правления. В прекрасной книжке «Суль-Легар-де-Дьё» Дерош пишет про одну очень интересную историю, что однажды в Лувр пришел наследник императорского престола, то есть император Хирохито, будущий. И японцы со всеми официозами водили его по залам Лувра, наследник зевал, его не интересовали саркофаги, она поняла, что парень пропадает, а он был совсем молодой, еще не образованный в том, что касался здечных искусств. Дальше японцы, любящие Восток и любящие Египет, они увлеклись, стали между собой обсуждать, забыли про наследника престола, который оказался все дальше-дальше от центра. В этот момент Крошка-де-Рош, как ее звали в Лувре, подошла к наследнику и сказала «Хочешь, я тебе что-то покажу?» Наследник японского престола сказал «Да». Дальше хранитель вытащил его за руку, увела в другие залы, открыла витрину и надела ему на палец кольцо Рамсеса Великого, рассказав историю. С тех пор он безумно любил древний Египет. И в тот момент, когда она ему цитировала наизусть кадешскую битву, раздался вой в галерее Лувра, потому что японцы поняли, что пропал наследник престола. В этот момент его, конечно, вернули. Япония с тех пор стала большим поклонником египетской культуры и в том числе французского музея. Но вот эти тонкие прикосновения и вот такая возможность буквально преодолеть рукой витрину и присоединиться к чему-то вечному и удивительному, она в этой истории запечатлена, конечно, невероятно интересно. Вот эпохи Рамсесов в Лувре среди памятников очень много художественных набросков. Это остраконы, куски известняка, потому что папирус был очень дорогим, египетские художники практиковались вот на таких фрагментах камня. Тончайший профиль одного из Рамсесов 12 век до новой эры. Ну и буквально последние вещи касающиеся истории Древнего Египта в Лувре, но они ювелирные и прекрасные. 9 век до новой эры Осирис и Сиды и Хор из гробницы царя Саркона II, которая была разграблена еще в древности на севере Египта в городе Таниси. Но какой-то судьбой вот эта вещь попала в Европу. Ну и, конечно, любимая вещь. Любимая же, простите, я по-другому скажу. Вон сию вольность. Великая жрица Карамама, которая сделана из 15 видов разных металлов. Одных только оттенков золота, 8. В руках были когда-то золотые сестры. Великая жрица Карнакского храма в параднейших одеяниях. Посмотрите, как у нее сделано ожерелье сзади. Я специально показываю заднюю часть ее широкого ожерелья у Сех. Великолепное платье, которое тоже имитирует золотые крылья птиц. Фантастическая ювелирная вещь, которую Шампальон лично купил в Карнаке, который он считал лучшим памятником Лувра, хотя бы из тех, которые ему удалось приобрести, и которая с тех пор стала одной из легенд собрания. Там же, буквально в этой же витрине хранится уникальный памятник. Такие жрицы носили в Египте титул супруга Бога. Они были по статусу порой выше даже, чем сам царь. И вот в этом футлярчике из золота, бронзы и электрума когда-то хранилась табличка из слоновой кости. Она там есть. С правом на интронизацию, на выдвижение в сан великой супруги Бога Шипенупет II. Ничего подобного вообще нигде в музеях нет. То есть это документ на статус великой жрицы главного национального святилища, который даже в футляре таким образом сохранился в Лувре. Все эти вещи стоят в так называемой галерее Карла X, Генриха IV. Это расписные залы, это много золотой отделки, витрины, в которых стоят вещи так, как завещал Шампальон. И в этом тоже удивительное благородство Лувра, потому что и новые экспозиции, и история погружения в жизнь на берегах Нила, и память великих ученых, и выполненная для них мечта, так, как они хотели бы видеть эти памятники. Буквально последнее произведение, которое я хочу вам показать, конец первого тысячелетия до новой эры, сфинкс царя Хакора, совершенно удивительная судьба. Его вывезли в Рим, император, его вывезли в Каллигула. Дальше на Капитолийском холме он работал фонтаном. Вы видите, что у него между лап отверстия забитое камнем? Из него била вода. Сфинкс совершенно замечательный, и дальше в Риме было увлечение всем египетским, но на нем не было надписей. И тогда в Риме ему сделали надпись в лучшем египетском стиле. И эту вещь очень любил Наполеон, потому что здесь в овалах, картушах есть пчела, и эта пчела ему очень импонировала по понятным геральдическим моментам. Дальше потом он попал уже из Капитолийских холмов опять же фонтаном на виллу Адриана в Тиволе. Потом это нашли уже во время раскопок, продали во Франции. Вот этот удивительный памятник это свидетельство не только того, что в Лувре есть вещи из очень старых раскопок, но и то, как порой царский памятник получает новые нечитающиеся надписи, как царский портрет может работать фонтаном, и как удивительно в разных странах сопрягаются произведения искусства. Буквально последние вещи, на них заканчивается история Египта, магическая целительная статуя из собрания польского графа Тышкевича, великолепное польское собрание Лувр выкупил практически полностью, и теперь иногда дает некоторые вещи онлоу на временное экспонирование в Варшаву таким красивым жестом. Магическая статуя 4 века до новой эры, вся покрытая заклинаниями, он держит стелу с изображением хора младенца, который был исцелен согласно преданию, и обливая эту статую водой, получали целительную воду, которую использовали в египетских прихрамовых больницах. Ну и, наконец, по скриптам. Все, наверное, кто знает Лувр, долго ждали, когда это произойдет. Великий Лёвскриб Акупи, сидящий писец, главный памятник египетской коллекции Лувра, который Гюст Мариет вывез когда-то из Саккары. Он, может быть, не так красив, как Нефертити, может быть, у него нет такого исторического значения, как у Анавтутмоса III, но какие у него глаза. Это господин, которого звали Каи, который жил в 25 веке до новой эры. Он, вообще-то, был великим визиром, то есть он был вторым лицом в государстве. Но он заказал для своей гробницы изображение себя в образе писца, потому что он человек, знающий вещи. Знающий вещи, значит, знающий древнеегипетский язык, знающий египетское письмо, значит, общающийся с богами напрямую. Великий мудрец, который держит в руках папирус, который развернут у него на коленях, и который держит в руках невидимый калам, потому что пишет он для своего господина в другом мире. Мы видим папирус и не видим то, чем он пишет, и мы не видим, что он пишет. Луврский писец с его удивительными глазами, которые инкрустированы горным хрусталем, это мой кадр, я очень долго пытался его поймать. За горным хрусталем в медной оправе лежит кусочек серебра и выточенный зрачок, поэтому взгляд вот этот совершенно пронзающий. И я закончу на этом памятнике словами любимой мною Кристиану Рошенблекур, потому что надо дать в конце концов слово хозяйке Лувра. Вы меня простите, пожалуйста, но мне совершенно интересно смотреть на Венеру Милойскую. У ней восхитительная пластика, но такая тяжеловесность. Не находите? И что особенно важно, посмотрите ей в глаза. Они пусты, совершенно пусты. А теперь взгляните на нашего знаменитого писца. «Каждый раз, когда я прохожу мимо него в египетских залах нашего Лувра, его взгляд пронзает меня, несмотря на все те годы, что я его знаю». Вот именно в этом, во взгляде и может быть выражена во всей своей целостности суть цивилизации. Что почитать? Я даю только одну книгу, это «Генеральный каталог Лувра», это «Зиглер Ручевская», «Гемето Андрю», 1997 год, это та самая экспозиция, которая открылась в 2000 году, которая является генеральной, которая была где-то предвосхищена пирамидой Пея, которая перед Лувром была поставлена кто-то за, кто-то против в 1989 году. Но Лувр был одним из первых музеев, который стал говорить о том, что знание должно быть для всех, и который стал самой редчайшей вещью оцифровывать. Есть такая вещь, как «База данных Атлас». Ее сложно найти на сайте Лувра. Это сайт Лувра. «Картелен.лувр.фр». Вот это «Картелен», то есть «База данных». Вы сюда вводите любой памятник по описанию, по номеру, все что угодно, по эпохе, и у вас все это выходит с ссылками, с описанием, с библиографией, с инвентарными номерами и размерами. Лувр стал первый, его догонял Музей Метрополитен в том, чтобы сделать историю своего собрания доступной для всех. Спасибо вам огромное, друзья мои. Вы герои сегодня. Спасибо огромное. Спасибо, друзья. Вы абсолютные герои. Летний вечер, полный зал, мне так приятно. Я напомню, что для меня в моем вот этом сезоне это итоговая лекция. Я напомню, что если вам интересен Восток, то 24 числа послезавтра великолепной Евгения Ларионова здесь читает исключительную лекцию Гарем, историю судеб Гарема Топкапы, Султанский дворец Стамбула. Если вам интересно Турция, то приходите. С египетскими лекциями я буду прощаться с вами до осени, потому что я обещал дописать книжку. Но мне очень радостно, что я многие лекции этого сезона вижу, прекрасные лица, мне очень радостно видеть новые лица. Спасибо вам огромное. Ну и я на самом деле надеюсь, что читая музейные лекции, я как человек многие годы работавший в музее время от времени, привносящий музей в библиотеку Волошина, я очень хочу, чтобы эта лекция породила вас желание поехать в Лувре посмотреть оригинал. Преодолеть все, взять, поехать, сделать себе этот праздник и запомнить, что каждый отдел Лувра надо смотреть один день минимум. Поэтому неделя в Лувре, я желаю вам большой удачи. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.